так ну что ну что же что же что же вроде трансляция стартанула заходим заходим друзья подключаемся подключаемся ух ты ж ежика 22 уровень сколько можно у какой бардак у меня в инвентаре и на этом уровне кого-то даже обнаружил да 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 опа опа миньон подождите я не хотел сейчас начинать герой сразу да что ж такое то ёпырыся ты подождите ничего не успел ни веб включить ни черта не разобраться с предметами не вспомнить что за враги здесь приходится сразу нормально сейчас дождите я с ними разберусь и уже к вам ну смысле все сделаю нормально еще один минимум еще один нет все пауза стоп шарка так привет привет друзья здравствуйте добрый вечер вам так короче сегодня у нас последняя часть трансляции по хеллу в любом случае последняя по крайней мере какой-то может быть я начну там за какой-то вот дальше класс но пока пока не планирую либо мы сдохнем что вероятно либо закончим собственно убьем убера сегодня что осталось не так много 22 23 24 три основных уровня максим шесть будет если по будет квест еще на три лайола и то один там такой коротенький короче у нас с вами iron maiden iron maiden с 75 дф ех очень хороший в мили резист страдает от лучников резист fire в данный момент в капе то есть стоит физушные кольца ага и амулет на замену да я еще думал все таки этот эту хрень поставить на слишком низкий дф е перчаточки вчера обнаружили очень хорошие на пару топовых резистов и колд мили дэмэдж и принципе характеристики хорошие перчатки конечно же стоит вспомнить про уникальный клинок который выпал из диаблы 200 процентов почти 200 процентов дэмэджа рэндом лин крис лайф стилинг вообще не нужно лайф реген плевать физ дамага еще 76 процентов и самое главное 24 процента дексе декса запредельная опнула сразу и армор и тухит и в общем все что можно также напомню что у нас есть замечательный мейса которая упала там где-то в районе 11 уровня вот но мы сейчас использовать не будем потому что ну нечего вот и конечно же на лазере на герой перед лазером выпал такой замечательный и извините пожалуйста как чувствует жена у меня конечно что предупредила что курьер будет ломиться поэтому я одну ух от это самое открою в общем герой хороший статов много дамага самого разнообразного просто вагон защитные характеристики хороший поэтому самое опасное что может быть это какой-нибудь внезапный именно внезапный магический урон вот мне нужно разобраться собственно с да у и луф репейров идентификации вполне вполне нормально то есть все все есть вот бутылок хила мало но потому что их специально не беру они особо не нужны почему я поставил кольцо почему и фа резиста вообще поставил они dfe а вот и он действительно быстро вот именно вы же вы brakes вы можете отрезать информацию об этой атаке да а вот и он вы хотите это динамироваться в том что они дают этому пусть ну а больше вот у вас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дейфешные перчатки, кольцо физдамаг, амулет, заменяемый, собственно, скорее всего, на этот. Если нам захочется поднять резисты, то любой из колец, соответственно, это кольца и амулеты на кислоту. Можно экстренно прожать эту реализацию, ну, в смысле, сразу на некоторое время иммунитет. Это Magic резисты, это у нас Fire резисты, тоже Fire резисты с хорошей дексой. Lightning резист почему-то лежит не на своем месте. Есть еще колечко на Magic, но я его брать, конечно же... Почему-то Magic резист лежит не там. Ну ладно, хрен с ним. Вот еще Magic резист. Окей. Бобрый вечер, диез, вебки, все еще нет. А-а-а-а, а-а-а, все, теперь есть. Я страшный, конечно, но ничего страшного. У нас мышцы... Опа, вот в чем проблема. Вот почему я поставил Fire резин. Вот почему я поставил Fire резин, потому что я не знаю, что... Это точно пак, их слишком много здесь, рядышком стоит. И насколько я помню... Блин, эликсир силы байтят, меня байтят. Они стреляют огнем, потому что... Ну, из того, что я помню, из того, что я видел, они стреляют огнем. Вот, но... Я хочу сначала найти на карте... А тут два пака. Ёшки-матрешки. То есть мне наверх нужно уходить. Аккуратненько, типа, сначала. Эликсир силы мы, конечно, пропьем. Статы у нас конские, просто 162. Ну, магия вообще не качала. И, тем не менее, 34 базы. Ну, там, 20 базы, но... Так, ну, это понятно. Ох, ты ж ёжик. Почему, 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 почему? Потому что щита нет на второй... Блин, вот эта жопа, конечно, сейчас только что была. У меня же оффхэнда нет. И как следствие... Блин, это очень плохо. Вот так вот переставлять ввиду отсутствия. Мне, чтобы гарку бить, нужно вот так стрелять. Конский реген. Просто конский. Либо мне за ними бегать, либо... А я не хочу за ними бегать. Я лучше зайду, наверное, вот сюда куда-нибудь. И здесь внутри с ними будем сражаться. Да дичь какая-то! Я пропил две бутылки со страху, потому что я не помнил, какой у меня слот там стоит. Гарги очень бесячие со своей сумасшедшей регенерацией. Просто дикие. С ними тяжело. Вот, и переключать получается довольно... Ну, пушка опасна. Тебе сразу минус... Минус блок шанс, тут же вылетает минус армор. Ну, что, дофига всего вылетает. Я бы проверил вот этих вот подруг. Да, это фаер. По 2к хп. Но резисты на огонь полные, поэтому... Но они очень быстро атакуют, кстати. Лучше не лезть вперед против таких. То есть реально очень быстрая скорость атаки это пугает. Ладно, давайте расстреливаем как можем. Тут три... Правда, у них космический просто реген. Ладно. Соберись. Вместо того, что по мне второй стреляет, я не... А, ну он покоцался и отлетел назад. Хорошо. Вот. То есть есть у нас тут элементальные стрелки опасные. Потому что на прошлых вот двух уровнях было все значительно проще. И... Из-за того, что... Все были милишные. И мы абсолютно спокойно расстреливали все. Ой. Вот убрал щит и сразу... Ну, в смысле... Короче, нельзя в бою переключаться между этим. Я могу в секунду умереть. Резист фаер не в капе еще. Надо физдамаг убирать, резист фаер ставить. Такой вот. А-а-а-а! Сила, значит. А так? Так норм. С фьюри тоже? Да, с фьюри кап. Хорошо, значит. На этом кольце поживем. Тут немножко к атрибутам еще прибавляет. И поэтому... Даже несмотря на то, что мы фьюри прожимаем, все равно получается... Не, они много бьют. Они много бьют. Они много бьют. Не стоит вообще недооценивать. Ни в коем случае не стоит недооценивать. Да, прикольно. Сразу взбодрился. Да-да-да, сейчас что-то... Тут сразу два типа врагов неприятных. Это гаргез, которых реально очень долго убивать. И вот эти вот пулеметчики, которые... Хоть и максимально у тебя резист, но все равно они... Урон-то наносят. И ситуация осложняется тем, что... Ну, у меня тут... Не юзабельная булава с оффхендом просто. Ну, хотя сейчас оффхенд используется, потому что... Кольцо, видимо, дал необходимое количество характеристик под... Под него. И, соответственно... У нас, по крайней мере, появляется блок шанс, армор, минус дфе ко всем атрибутам. Да, мой сани работает, но она мне особо не нужна. Она дефа не добавляет вообще. Да, прикольный уровень. Хорошо, что я не начал его вчера с наскока, потому что... Мог бы очень сильно удивиться. Милишный пофиг. То есть они... Они как убивали сошипы, так и убиваются. С ними-то все понятно. И еще вчера мы наткнулись с вами на саркофаг. Обычный, мать его, саркофаг с ловушкой. Который нанес приблизительно 2000 урона. Просто 2000 урона. У меня были максимальные резисты по огню. 85. И фаерболл с ловушки прилетел на 300. На 300, Карл. Блин. Представляете, какие долгие вообще? Какие долгие противные юниты. Так, хорошо. Ладно, что у нас там по починке? Шестерка, пятерка. Ничего сверх страшного пока что нет. Ага, сейчас опять эти хиддены будут. А, нет, это я гарк видел просто. По-моему, архиелечи с 23 по 24 могут выпасть. Архиелечи. Это вот их называют. Но сейчас 22 уровень. Мне казалось, они и раньше встречались. Капец, как же пробивает. Это будет крайне непростой уровень. Вот, план у меня следующий. Получить последний левелап, честным способом. А потом добить до 50-го here and now. Три обелки вкачать, чтобы просто повысить уровень. Соответственно, обогнать врагов по уровню. И получить еще 30 поинтов. Распределить их соответствующим образом. До уровня, я думаю, может быть даже этого хватит левела. Хотя нет, не должно. Не должно, он сейчас довольно медленно растет. Ну, повысим. Если доживем, то повысим. Сразу по 4 уровня у нас будет с вами. Понятное дело, что я потеряю в перках. Но реалии таковы, что я не доберу нормально дальше уровень. То есть я могу к уберу добрать там следующий. Но мне было бы значительно проще сразу 3 левела прокачать. Так, ну по крайней мере мы зачистили какую-то базу. У нас появилось место, куда можно все это безобразие кайтить. Есть дверной проем. Добрый вечер, Пинсер Хэнс. Хамазулин, здравствуйте. Алт, подчеркивание, ты переподписан 2 месяца. Держите вора. Держите вора. Вот минус еще вот этих врагов в том, что у них урон проходит такой, что тебя стагерит. То есть тебе приходится восстанавливаться. У меня, конечно, есть фаст хит рекавери, но на другом кольце. Я не хочу его надевать. То есть... Но я к тому, что они больно бьют. Вот, армор уже ломается. Но на крупный я использую все-таки родную обилку. Постараемся не... Ну, вы поняли. С арбалетом у нас где-то 24% крита. О, нет. Вот тебя только не хватало, пес. Он просто... Дал он несколько секунд гаргам на восстановление здоровья. Они полностью здоровы. Бегать в мели за ними, это прям тоже ад. Особенно по неизведанному уровню. Не стоит. Не стоит просто. Опять я медленно иду. Стало быть, рядом есть враг. Попадаем, попадаем. Алло. Да, они больно бьют. Они очень больно бьют. Их желательно кайтить. Их желательно кайтить. Так, а что мы, получается, берем там последний перк. Ну, как последний, единственный. Там еще 5 перков впереди. Самые жирные по 30 хитов. Но я возьму тут только один. А потом только Хьюэрнинау, получается. Но главное дожить до этого уровня. После этого должно идти полегче. Блин, и опять этот пес. Я даже не хочу пушку менять в процессе. Понимаете, слишком что-то опасным. Жесть, как они пулеметят. Кап по резистам. Это фаер, это фаер, точно. Жуткие создания, жуткие. Просто жуткие. Еще один хидден. Олень говорит, сегодня финалочка и за нового варбец нормала. Да не, я не буду пока нового героя создавать. Не уверен, что буду вообще его создавать, потому что... Ну это надолго. У нас там сабнафтик стынет. И фашечку бы поиграть. Потому что в прошлый раз не получилось нормально. Так, эти за... За стеночкой. Так, на сложные файты можно брать этот амуль. Получается, да? А с этим амулетом, я кажется, даже смогу... Да, с этим амулетом мы сражаемся полноценно в любом из сетапов. Это хорошо. Но часах три вообще. Блин, и я фьюри не вовремя. Проблема в том, что... Они-то постоянно попадают, понимаете? Это же магический урон. То есть там... У них с точностью все отлично. Представляете, я на старте бы спурил такой пак. Там он рядом стоял. Специально хотел проверить. И правильно сделал. В последнюю очередь вообще нужно этот пак будет забирать. Чтобы максимально было... Как же этот пробивает тоже, если у тебя счета нет. Рус, подчеркиваю, Евроин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Е-е-е-е. Мишаня, привет. Привет. Желаю эпической сметри и все зеленого. Да, были попытки вчера отдаться, если ты не видел. Посмотри, в клипчике есть одна из них. Почти успешная. Там, где эти... Рукастые с молниями стреляли. Я влетел в последний пак после Диабла. Думаю, ща. Ща постреляем. В смысле, повоюем. И чуть-чуть не отъехал там. Но мне как раз тоже хотелось уже острых ощущений. Вот. И я их получил вчера. Парочку порций, так скажем. Да, у них есть проблемы с тем, что... Они хреново... Не издалека, короче, нас видят. Перебивают, реально перебивают. Они стагерят меня своим уроном. Что обычные рейнджевики вообще не... Ну, нет, они делают, если ты косячишь. Ну, эти прям стагерят. А я ничего сделать не могу. Я ничего не могу сделать. То есть, все. Вот максимальный резист по огню, и все. И что дальше? ДФЕ? ДФЕ у нас хороший. 71. Ну, учитывая то, что это оффхенд. Можем, конечно, поставить так, но мы снизим... Ну, то есть, ДФЕ добавить с ботинок. Ботинок. Может, поменять перчатки. Выгоднее будет поставить ботинки. Тут семерка, тут шестерка. Невыгоднее будет. Я просяду еще на возможной молнии. Но здесь молнии нет. Ну, ладно. Короче, едем дальше. Половина уровня... Причитая, как все плохо, мы с вами все равно довольно шустро закрепили. Зачистили. Самая большая опасность, это вот в левом нижнем углу. Поэтому сейчас двигаемся... Двигаемся в другом направлении. Ну, ясно. Конечно. Понастроили статуй. Ага, понял. Она получает какую-то порцию урона. Все, полетело. И вот беги за ней. Хорошо. Фьюри 6 секунд. Не перекастовал, но хрен с ним. Еще не было ни одного пака, кстати. Еще не было ни одного пака. От них физерона идет или... Или только огонь. Я думаю, это чисто огонь. Обычно комбинированный урон идет все-таки от элементального оружия какого-то. Ну, от лучников с особыми стрелами. А у таких, как правило, четко идет элементальный урон. Ну, трындец теперь. Фьюри обязательно прожимать надо, потому что ДФЕ добавляет. Против этого тоже заходит. А резисты не снижаются настолько, чтобы уйти с максималки. Типец, вот я с одной перестреливаюсь, а она меня перестреливает без... Вот так вот. Так, идем дальше. Надо было стрелять, конечно, раньше. Я что-то подошел на расстояние. У них просто очень высокая скорость атаки и сравнительно высокий урон. Иначе они бы так не пробивали. Молодец, полетел. Ах ты, пес. Сейчас его друг прикроет и все. Пиши, пропало. И обошел, потанковал друга без... Капец, как же... Серьезно. Серьезно. Жесть какая, а. Вы видели? И я делаю все нормально. То есть я делаю все правильно. Хрен себе все равно. И шлемак ломается. То есть чередуем пушки, там вы это самое, высматриваем, выманиваем. Она все равно... Я на такой дистанции по нему не попадаю... Ну, недостаточно точно попадаю, что он успевает отрегенить чуть больше. Чиним кипарик. Кипарик хороший. Он одностатный, но мне вообще ничего лучше не выпадало с того момента. Выпадали с более высокой базы кипарики. Но оказывались туфтой, к сожалению. Опа! Переход на 23-й. Переход на 23-й. Хорошо. Хэппи контролит гард просто. Но он бы не отдал ни одной. Это точно не хэппи. Вот фэнгет хелм. Это, кажется, еще дальше, да, выше? Нет, это староватый шлем. Они довольно редко мне просто падали, поэтому... Так, всего 24 уровня. Переход на 23-й. Но я допускаю, что у нас с вами будет еще... Доп уровни я бы сходил, потому что там и риск хороший, и шмотки отличные, и... Ну, короче, интрижнее получается. Блин, вот ты дурачок. Не, ладно, давай вот так. Да, не ожидал я сталкера здесь увидеть. В результате гарга почти полностью отрегенилась. Я не знаю, почему я иногда не попадаю. Что у них там законский армор, что... Тухитов 350 тупо не хватает. Знаете? У меня 288 тухита. Не хватает. Так, это тоже упырь посерьезнее. Это паковский пес. Его, наверное, вообще надо будет только зажимать. Ну, иначе не пробьем мы его. И второй тоже паковский пес. Надо его пытаться здесь... Было зажать! Я мискликнул! Точнее, там хрен попадешь ведь по этой штуке. Нет! Куда ты? Ах ты, ах ты! Нет! Ладно, гоним. Хорошо, что в эту сторону, по крайней мере, гоним. Переключаться на... Переключаться на... Не стоит. А, потому что... А вот сейчас можно. О, он сейчас на углу получается. Он врезался в статуи и все. Почти 200к экспы. За этого. Да, с руки его правильным. У этого еще более конский реген. Серьезно? Нет, динамик положительный. Но он где-то за секунду косарик... ХП. Ёшки, мэр. Вот уже. Только крит меня спасет здесь. Вот один был крит. И это очень хороший арбалет. Что? Рушерс активирует премиум 7 месяцев. Что? Спасибо за активацию, Рушерс. Блин, это просто мучение. Как? Ты серьезно? Нет, это нереально просто. Забейте. Просто нереально. Его надо зажимать. Его надо зажимать в углу, кайтить в другую сторону. Ой, не туда. Ой, не туда. Ну, встань. Ну, что ты делаешь? Понятно. Приседание спасает от дамага. Там эксперты пошли. Я по нему стреляю. Я постреляю точно по нему. Короче, мне нужно сначала этого убить. Попытаться. Приседание спасает. Приседание. Ах ты, пес. Все, сел, восстанавливает уже. Приседание. Ну, приседай тогда, если что. Чтоб тебя не продамажили. Давай. Давай. Капец. Так, мне нужно завести ее в угол. Вниз вести. Вот так вот, параллельно. И вот здесь мы ее, типа... Тихо, 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 тихо. Ну, почему ты не прошел вперед-то, Вась? Ой, Миша. Ладно. О! Я опять не увидел, что там. Вот здесь мой... Вот здесь, стоп! А, нет. Она облетает. Она как будто что-то знает. Микроконтроль. Господи! Это шопа просто какая-то. О! Фейсплейт. Я не помню даже такого аффикса. Да, это новая, новая каска. Минус 7 ДФЕ, 24 армора. Лайф реген. Вот падают такие каски и... И все равно фигня выходит. Первый раз, кстати, такая упала. Первый раз. Добро. Но это не паковская. У нее в три раза меньше хп. Поэтому она уходит очень быстро. Как я хочу на следующий уровень. Надеюсь, там не будет вот этих вот... Гадких стрелков элементальных и горгуль. Побольше милишных каких-нибудь. Потому что, ну... Сомнительное удовольствие бегать за вот таким вот... Упырями. Ну, подлетай, тварь. Подлетел и улетает. У меня прекрасный арбалет, друзья. Прекрасный арбалет. Я уверен, что не топовый. Но он очень хорош по... По рейнджевым целям. Очень хорош. Серьезно? Попали все-таки? Моя задача в первую очередь это отстрелить попробовать. Удалось. Там еще пак горгуль, насколько я помню. Да-да-да. Тоже где-то в начале уровня. Хорошо, что я его не спунил сразу же. У этого арбалета минус в том, что мили-резисты просаживаются. Но если мы стреляемся с такими, зачем нам мили-резисты? Правильно? Они максимум 1-2 выстрела наносят. В смысле удара, когда подлетают, коцаются и улетают назад. Амулеты даже не снимаю, боюсь. Ну, во-первых, с амулетом очень хорошо как раз чекаются гарги. Ну, ты не пропустишь сидящую в углу гаргу какую-нибудь. Потом, чтобы не искать ее, не пробегать этот уровень заново. Вот. У меня больше, на самом деле, сейчас уже беспокоит... Беспокоит 2 пака внизу. 3 пака, получается. Ну, 2, на самом деле. Там один милишный, второй вот с гаргами. Ага. Лосецкий-24. Да, Лосецкий-24. Но, повторюсь, может быть квест на 3 дополнительных уровня. Один из них коротенький, чисто с боссом. Ну, там, с боссом и с босс-паком. А два такие довольно хорошие. Я не уверен, что буду эти два уровня проходить. Вовремя. То есть он фиксированно улетает где-то клеток на 5, только после этого садится, да? Фиксированно улетает где-то клеток на 5. Понял. Пес. Фулл хп. Хорошо. Ну, остается, собственно, 43 человека и как раз там два пака. И очень правильно, блин, что я не спулю их на старте, потому что два из трех этих паков, они предположительно жесткие. Так, один монстр лифт, это здесь хидден, да? Да. И мне бы некуда было их пулить, понимаете? Сейчас есть вся карта, и можно их отвезти как надо. Поэтому... И она еще обходится нормально, да? Ну, поехали. Сначала с оранжевиков начнем с этих. Я не зафиксировал, какие резисты у них. Аж так. Давай так. Нет, да? Ты себе вообще на стенке по барабану. Это плохо. О, это магический урон или эссет? Это нифига не... Это, кажется, мэджик урон. Кажется, это магический урон все-таки. Пошли в движение. А, это стрелял герой магическим уроном. У этих огонь. Окей. Все равно жуткие они, конечно. Еще в 2-3 раза больше жизни, чем обычно. А урон, кстати... Стоп, компаунт, баклер, это же наш. Да, это же хороший. Чего не проверяем? Он только что выпнул, скорее всего. Одностатный баклер, к сожалению. Да, я вот думаю. И, наверное, стоит. Да, это герой атакует. Больно атакует. У героя еще есть особенность, что он стреляет через всю карту. Такое довольно часто бывает. То есть, ты выходишь, и все. Вот что это? По 50. Ешки-матрешки. Ладно, если что, мы можем амуль одеть. Например, резист мэджик или вот олреза. Вот этот амулетик. Адексик тоже был такой герой. Ясно. Так, вот они. Взбаламоченные все. Выманивать хочется, но они... Видимо, придется именно героя выманивать, потому что... Да, ой-ой-ой. Блин, больно. И герои уже идут за нами. Вместе со всей свитой. Хорошо есть, куда кайтить, повторюсь. Потому что, если бы не это, то... Это мэджик урон. Очень похож на мэджик урон. Блин, и опять они идут. Всей бандой. Ой, у меня же тут тупик. Йо-моё. Плохо. Да, это мэджик урон. Нет, это не мэджик урон. Это не мэджик урон. Блин, я могу отсюда не уйти просто. Берем лучшего в хенд. Это ни хрена не мэджик урон. Капец их сколько! Пробуем хотя бы одну убить, пока отсыпаем. Чёрт. Хорошо на них не полез. Мне тут тоже негде их кайтить, байтить. Блин, их реально много. Чё делать? Так, ну хорошо, их можно кайтить. То есть они промахиваются. Они ничем не отгораживаются. Вот в чём. Минус-то. Мне можно, конечно, продать это реалайз. Вот, кстати, шанс одного забрать. А, и слева ещё один. Хорошо. Давай попробуем. Потому что там только герой атакует. И то не факт. Хорошо, этого поджали. Дальше. Лучше так. Нормально. Динамика положительная. Просто повторюсь. Если вы лобешник, то это забей. Я бы там не вынес. Я бы их там не вынес. Я выжил бы все бутылки и бы сдох там. И хорошо, если я не спорил бы ещё паков, который там двое рядом, двое рядом стоял. Да, я вижу эти хупыри опять. Пробую урывками, урывками постреляться, прикрываясь от одних, стреляться с другим. Нормально. Это тоже миньоны. Видите, как стагерят они меня. Кап, резист. Резистов капи. Так, один монстр остался. Скорее всего, это тот самый упырь. Оставшийся последний вот тот. Амуль шикарный на минус ДФЕ. В скобочках нет. Я поставил вроде резисты, а нихрена не помогает, понимаете? Мне вообще по-хорошему надо одеть вот этот вот амуль и идти в мили против него с этой вот мэйсой. Зажимать в углу и... Потому что мэйса хорошо по анденам, он по 400 будет бить. Потому что нет же... Так, ах тысс! Обязательно зажать. И сюда, на клеточку. Оп! Все. Блин, он все равно жесткий. Что? Что? Пропиваем две бутылки, только так мы можем. Еще огромное количество использований хила было. Причем часть из них он... Он сейчас перебивает, перебивает. Я уже жду, когда пробьет он, не пробьет, чтобы следующую бутылку сжать. Ну, лечь очень жесткий. Оооо, уникальный артикулейтед гонтлэтс! Я, кажется, знаю, какие они. Блин. Мордор. Ну, зачем? Не, другой. Другие. Что? 19 мана реген. Минус 37 армор. Это другие перчатки. Любопытные. Минус 3DFE армор. Класс хороший. Хит стилус. Мана реген. И много-много маны. Другой раз. Да, но пак очень опасный. Да, маны очень много реген. Причем это флайт маны, это же базовый, базовый мана. Там же еще для магов есть плюс 100% маны регены. Ну, конечно. Опять начинается вот эта вот головомойка. А я туда не могу идти вообще. Я должен вот это вот пытаться зажимать. Слава тебе, господи. Зачищаем этот угол несчастный. Ну так, аккуратненько. Не знаю, как правда это аккуратненько. Нужно вообще их наверх выводить, чтобы делать это аккуратно. Чтобы они не улетали в сторону еще последних двух паков. Блин, не хватает 71 DFE. Офигеть, дожили. Ой, сейчас, конечно, меня еще тут покоцают. Нет, пес. Ай! Вот сюда вот. Ееееее! Да, в углу они ведут себя совсем по-другому. Их можно зажимать. Главное доходить до этого самого угла. Вот, вот, вот. Выпустил. Нет, не выпустил все. Нормально. Нормально. Там еще два пака. Причем один пак с горгулями. Вот он угол. Магический. Кузя, привет. Где заклинать телепорт, чтобы как Макс телепортироваться? Ну, 170, кажется, магии он стоит. Если правильно помню. У нас статов не хватало всегда. Несмотря на то, что играем через Educated. Магию я не качал. Вот, а я 50 сейчас. Мне повезло еще с кольцом. Шикарный шумо... Шикарный шумообразом повезло с кольцом. Которое мне давало возможность болтом месить этих рыцарей диких. Попадать, по крайней мере. Не знаю, что я делал бы без него. Но даже с ним. Даже с колечком, которое прибавляет 57 к магии. Ты телепорта не выучишь. 56. Вот, впереди у нас пак Гарк. С которым вообще непонятно как. Я, наверное, с пулю все. А там уже посмотрим. Да, 22 это последние люди. А, можно, кстати, вот здесь вот покуковать. В верном проеме. А перчатки еще не те. Дефешные перчатки одеваем. Гарги застряли. Справляемся с этими миньонами пока что. Проверяем, чтобы шмотки не ломались. Далеко не... Короче, я точно после этого левела вкидываю 3 уровня в Киринднау. До 50-го и все. Потому что... Следующий левел я... Если получу, то очень поздно. 75 дефи. Шикардос. Только герой не вышел. А, вышел уже. Вот он идет. Лагнар, Рокброк. Конечно же еще... Гарга тут вписывается бесячая. Которую я при всем желании убить не могу. Возможно, подойти, спулить гарг пожестче и в дверной проем встать. Чтобы не могли влияние отступить просто. Как обычно, Фьюри не с первого раза, потому что пробивает. О! Кипарик. О, полетели. Полетели, не полетели? Я попробую пострелять, но у меня что-то сомнения по поводу... Да, понятно. Давайте тогда сразу попробуем большее количество людей выманить сюда. Сделать так, чтобы они просто... Только не надо залетать. Сейчас опять начнется эта хрень с отлетанием, с посадочкой и попыткой перебить регенерацию. Вот если сзади... Видите, как хорошо она? Ну, какое-то время она хорошо разрабатывала. Если было здесь больше... А Хорнг это плохая шапочка. Вита резист, фаер, хитпоинт, сэсид. Не такая уж плохая. Я пробую. Но, скорее всего, мне не получится вот так вот перебивать миньонов. Что-нибудь постоянно меняются. Да даже... Не, короче, надо пропускать их и в углу зажимать. Ну, а как иначе? Я не вижу вообще способов других. Правда, я могу отсюда вообще не выйти в таком... В таком случае. Вроде остальные... Вот, все, зажал. Зажал, убиваешь. Понятно, что долго. Понятно, что сложно. Давай-ка назад тебе. А вы понимаете, какая будет жопа, если сюда... Даже, видимо, не если... А когда сюда все придут? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Вот этого нельзя допускать, потому что... Так, что мне с ними делать там? Ну, в дверной проем вставать. Только не пропускать никого. Жозненько. В угол наказывать. В том-то и дело, что если бы я сейчас в угол встал... Ну, конечно, вы еще тут будете двери мне блокировать, да? Стоим здесь. Нет, не здесь. Чуть раньше. Вот так вот. Все, и пробуем по одной. Исходя из логики, что может быть, но это не точно. Ей не дадут отступить. Да, есть. Минус одна. Вторая ушла. Собака. Хорошо, минус вторая. У них колоссальное количество хп и сумасшедшая регенерация. Оставляешь их на несколько секунд, все, пролетает свеженькая гарга. Ничего не сделать. Я пробую, конечно, вот эту догнать, покоцать, но мне кажется, что... Меня сейчас застагерят просто, и все, и не дадут никуда уйти. Хотя, чуть-чуть еще. Ах ты, собака. О-о-о. Сейчас жарам. Надо выходить из этого окружения, оно вообще ни к чему хорошему не приводит. Просто уходим. Кайф. Просто кайф. Так, герой. Хорошо. Давайте, идите сюда, твари. Подходит одна тварь. Сразу улетает. И герой. Ну, блокируйте героя, блокируйте. Давайте, подходим. Блочите его полностью. Все равно не все здесь. И он может поймать момент и отлететь. Держись, 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 Миш. Есть минус герой. Изи. Так, с гаргами, видимо, только так и надо. Иначе просто задолбаешь себе где-нибудь. Либо углы, либо дверные проемы. Ееееееееее. Три осталось. Ах ты. Ах ты. Она подвисла немножко. Хорошо. Это уже лучше в... Запустить внутрь. Потому что ее уже там никто не блочит. И вот в эту клеточку встать. Ай-яй-яй, поторопился. Вот в эту клеточку встать. Ай, поторопился. Ах ты. Ах ты. Вот так. Есть. Все. Не уйдет уже. Так, рэпит кроссбоу. Ты кричи, ты несознанно про их мамок. Ага, ага. Заводим ее внутрь. Это предпоследний моб. Есть. Хорошо. Так, будем ли мы старый... Старую каску брать? Будем ли мы эту оставлять? Она прошлого тира. У нее нет DFE. Резисты мы из колец достаем без проблем. Поэтому не нужна. А вот эту ради торнс дэмэдж можно оставить. Рэпит кроссбоу, конечно, можно проверить, но... Это крайне маловероятно. Крайне. Так и оказалось. Если там было где-то 100 флэт и 300 дэмэджа, то можно было посмотреть. И то, учитывая всякие фаст-атаки... Собираем все идентификации. Вот он, последний упырь. И мы с вами идем на 23 уровень. Там, видимо, предметы справа еще. Надо поразбивать. Это чтобы поразбивать, пооткрывать. После того, как вчера я получил фаерболл при максимальных резистах на 300 урона, я решил, что все-таки саркофаги и прочую я буду открывать телекинезом. Ну что, 23-й. Аккуратно только. Мили-мили уже хорошее начало. Очень хорошее начало. По логике здесь мы как раз должны будем получить левел. Да, и есть три дополнительных левела. Третьи милишники. Хорошо. Давайте, учитывая то, что времени у нас еще много, после 23-го пойдем на дополнительные уровни. Там до босса и все дела. Ага, и вот не было печали. Козлы все-таки есть стреляющие. Козлы — это плохо, потому что козлы — это не всегда чистый урон. Изучный. То есть это может быть больно вообще-то. Надо исследовать их на предмет резистов, а лучше оставить вообще на потом. Последний левелап бы добить, и все. Опа. Извините. Так, это тупик. Не очень хорошо. Да, Лин раз такое бывает. На 10-м уровне такое было. Особенно хреново, когда ты при этом еще при всем за магой играешь. Посмотрите там клипчики, как Пенте умирал. Это прям было вот из-за этого. Это было из-за этого. Из-за того, что ты спаунишься, и конструкция уровня такая, что ты сразу враги. Обычно нет, но бывает исключительно. Особенно хреново, если это хиддены, и ты не заметил, что у тебя появился в правом верхнем углу. Вообще, пока что, за исключением лучников, все очень хорошо. Милишники разваливаются. Масло при этом падает. Сильно они не пробивают, так что живем. Пока так. Если бы у меня ДФЕ был с запасом... А, стоп, я же могу сделать ДФЕ повыше. Я могу вот так вот сделать. Я к тому, что, может быть, поменять шлемак тогда. 59, сильная просадка. Что по фьюри? Это я под фьюри. А-а-а! Не, давай, вот не будем менять шлемак. Не будем менять шлемак. Колечко можно поменять на физушное. Так, у меня будет резист колд выше. Ну, все резисты потянулись, короче говоря. Можно было бы еще даже вот этот вот поставить. А, нет, подождите, мне же лучше, пока я не узнал, что за козлы, оставить на резистол. Офф-хенд. Плюс тут бесты. Бестов лучше бить. Такой пушкой. Ох, там много. О, это что такое? Ох, нового тира. Еще лучше каска. 12 ДФЕ. 40 армора. 17! Да! Да! Один аффикс, но какой. Минус 29 ДФЕ. Против 24 и больше армор-класс. В общем, это, конечно, бомбический просто шлем. А, представляете, второй аффикс был в такая синенькая, сумасшедшая. Любой вообще, любой. Там, мол, резиста ты. Космос. Просто 206 Дексы хочет он. То есть, ты вот здесь уже без шлема, да? Слушай, а вот это плохо. Давай-ка оставим. И это у меня кольцо Дексовое. Ага. Охренеть, как плохо. То есть, мы сражаемся только в мели. А мне не нравится. Блин, мне не нравится. А шипы? Слушай, ну это такой... У меня без фьюри максимальный ДФЕ. Но мне не нравится то, что... Я вот ваншотаюсь просто вот в такой ситуации. Меня просто ваншотают. Вы знаете, лучше синица в руках. И колечко-то мы тоже уберем. Подожди, так-то я смогу? Так, я без шлема буду. Не, давайте до левелапа я этот шлем носить не буду. Ну реально, он сразу мне там... Просто не буду его носить. Спуск на 24-й. Капец там народу. Она вся спулится. До хрена всего чинить нужно. Так не хочется. Давай сделаем вот так починку, потому что там есть запас. Это так? Это так. Ну там только милишные, ладно. Уходим. Там точно пак. Это... Гадалки, не ходи. О, это плохой угол, кстати. Надо на респ, видимо, бежать. Юрий не поражал. Хорошо, они ногу бэкнули меня на выход. Наверное, опять я с Юрием дыклю. Полтора к подлака просто наносится. Так, дальше. Да плохо, на самом деле. Мне не нравится. Так как я тут невнимательно играю. Сейчас лучше назад ступить, пока не перекастовал Фьюрию. Я не могу туда, оттуда. Нормально. Герой. Там и перчаточки выходят из строя 6-6. Нормально живем. Герой минус. Торндмейл это старенькая хрень второго тира. Идем дальше. Хороший шлем, еще бы пару полезных аппетсов. Но пару ты из синьки не вытащишь. Это достойный апгрейд. Просто мне его нужно сделать после того, как я обновлю... Повыше уровень, короче говоря. Что после повышения уровня мы, по крайней мере, с вами сможем... Сможем менять шмотки. То есть нам статов там нададут. Много-много-много статов. И мы сможем уже... Шмотки менять. Я, правда, не знаю... Опа! Стоп, я аж фири не скистовал. Я думал, что удалось. Но нет. Думаю, что пробивает опять. Мне кажется, надо... О, это, кстати... Шанс проверить козлов. Мне нужно узнать, чем бьют козлы. Если это элементальный урон, то какой... Посмотрите, что у них там по резистам. Делятся они стенками или нет. Это ключевое. Так, это у нас... Блин, я не знаю, что это такое. Что за резист? Кажется, магия вообще-то. Блин, они еще иммунны. Трендец, они иммунны. Это магия ведь. Попробуем... У-ю-пы-ры-сы-ты! Magic RIS 70... Было по сколько? По 50, по 70, да? 40, да, это магия. Так. Подождите. Да понятно, что можно... Так вот, перчами сделать. Я потеряю damage from enemies. Так у нас магия будет в капе. То есть можно так в капе, так не в капе. То есть верхний амулет нам нужно использовать будет против сложных паков. Перчатки не буду, наверное, менять, потому что козлы тут самые вообще жесткие. Один козел за выстрел где-то треть хп у меня снес. Треть хп. Так что желательно с паком козлов вообще не сражаться, пока мы карту не зачистим. Потому что стенками я их не отгоражу. Кайтить мне их некуда вообще-то. И расчет... Ну, в смысле не расчет, а надежда. Именно надежда на то, что ты просто сможешь их растянуть. О, эликсир выпал силы. Так, надо еще вспомнить по табличке. Друзья, если у кого-то есть табличка под рукой по... Надежда на книгу Галема. Да-да-да. Под рукой ссылочка на максимальные статы. То есть надо будет сейчас вкинуть разумно статы. Посмотреть, какое у нас по... По герою какие у нас ограничения. Ну, типа там 170 виты, кажется, у нее. Дексы 240 или что-то в этом роде. Короче, ну, посмотреть, где у нас пределы, границы верхние. И исходя из этого уже действовать. Виты точно 170. Ну, сейчас надо посмотреть. О, уже скинулись. Спасибо большое. Если убью, открою. У нас с вами будет 40 статов. 40 статов. После этого лава-лапа. Так, паузу не поставил. Это ошибка. Паузу ставь. Только после этого альта бейся. Так, у нас Сайрон Мейден. Сила 160. Магию мы забиваем. Вита 170. 160, 170, 220. 160, 170, 220. 160, 170, 220. Даже близко я не подберусь вообще. Но я могу витту до 170, половины виты вкинуть. И тогда у нас будет еще минус десятка DFE. А дотянуть мы сможем благодаря этому шлему. 29. Космос просто. Еще пятерка здесь. Еще перчатки. Посмотреть, что надо будет по статам, чтобы отвязывать от колец. Это, наверное, самый важный вариант. Чтобы у нас была возможность тот же самый шлем использовать. Да, наверное, сначала вкину минималку. Чтобы можно было использовать шлем этот несчастный, да? Который 206 дексты требует. А мне меч прибавляет просто 20% к дексе. Так у меня вообще проблемы с дексой. Ну как, я могу, конечно, колечко вот это типа поставить. И уже ближе к правде. Еще вита. Нет, виты хватит. Ладно, давай сначала до ловелапа. Потом уже будешь думать, куда это все девать. Самое сложное, на мой взгляд, именно сейчас дожить до ловелапа. Потому что, скажи, если мне придется справляться с сложными паками до... А если будет ловелап, то там будет колоссальный, конечно, буст. Даже мы не берем разницу по уровню с врагами. Просто по... По статам. Очень хороший будет буст. Мы сражаемся как умеем. Хорошо, милишники все-таки превалируют. Это прямо очень хорошо. 160 мобов по статкам опыта лазил из зим. Сколько там? 160 по статкам. Я не посмотрел, сколько нам нужно экспы. Это сколько миллионов? Это с 508 миллионов, да? Нужно набрать 8,4,14 миллионов. Мне не хватит монстров на этом уровне. Ну, если по соточке, прям по соточке. Паки-то поплотнее. А, по 130. Не, тогда вроде как хватает впритык. Да, вижу пак впереди. Я боюсь, что у меня ремешок не готов. И, наверное, даже потрачу опять вот так. Ну, поехали. Главное, не забудь прожать, блин, этот. Фьюри. И просто держись. Фьюри есть? Чуть рановато вынужденно. Я боялся, что... Уже подходит. 10 секунд Фьюри проедрил. А я отсюда вообще выбираюсь или нет? Героя, может, даже успеем убить. Было бы неплохо. Мне в любом случае надо будет сейчас на Аркадия в Фьюри прожимать. 3 секунды. Ё-моё, не успеваю героя убить. Успели. Перекастовать, изи. О, торн Брестплейт выпадает. Вот это уже актуальный армор. Друзья, сегодня мы закончим, в любом случае, хелл второй. Либо сдохнем, либо... Ну, вы поняли. Это что-то новое. Нет, это не новое, это забытое старое. Ну, учитывая, когда оно выпало, может, аффиксы и помогут. Минус 10 ДФЕ. Не, ну тут, во-первых, база на 5 выше. Поэтому... Ещё, конечно, резистовала на десяточку. Так, хорошо. Едем дальше. Мели-мели, хорошо. Уражаемся. Хорошо, что лучников мало, реально. Вообще стрелков на этом уровне. Насколько я помню, на том дополнительном уровне, там враги стандартные. То есть, они не меняются. Там они распределены на своих местах, короче, всем. Да, пулим. Зачищаем полномерный уровень. Да, вот единственный минус этого шлема, что он мне уменьшит урон от шипов. То есть, мне убирается шмотка, которая потенциально может давать урон врагу после его атаки. Чем больше шмоток на Торнс, тем больше вероятность, что противник получит с него... Ну, получит больше дэмэджа, получается. Хотя кажется, что его хватает от урона с шипов. Юрий, реально, даже один-два простых моба могут тебе не дать протестовать Юрию. Стагерят, нокбэкают и... И все. Куда-то убежал там, по своим делам. Это, кстати, был блок. Почему это анимации блока я не вижу, а блок есть. Так, перчатки у меня, если что, против этих стоят. Могу ли я менять? Могу менять. Только не могу по андедам бить, но я и не хотел по андедам бить. Давайте, ну чего. Часы пять разбегаться будут. Да, вот, блок-блок. Вхажись, я индэмф оставил на бронике. Идентификации мне очень нужны. О, новый ремень. Я такого не помню. Нет, помню. В смысле, не помнил, но он был уже, выпадал. Надо проверить. Старенький ремешок, на самом деле. Так, вижу лучника одного. Сначала с милишниками разберемся. Тем более, что все милишники спулились, а лучник нет. Это что нужно? Да пока лучников мне не хватит, экспы. Чтобы. Против надо ставить, естественно, амулет. Ну, я ради одного не стал вообще париться. Так, здесь мы все уже исследовали. Идем дальше. По 35 урона. Ну, это уже терпимее, на самом деле. Да, и у них с точностью беда. То есть, они меня не пробивают, если мы дадим небольшой угол. Это очень хорошо. Не попадает, точнее. Трое лучников за стеночкой. Стеночкой. Еще там четверо. Желательно, конечно, спулить сначала милишных. А потом уже с этими тремя разбираться. Друзья, последний левелап. Последний. Получить. И все. И мы дальше на перках here and now до 50 до максимального раскачиваемся. Просто сейчас нужно не зафейлить. Не, у меня там есть, конечно... У меня 0 лайков. Ай, я мог на этой ловушке сдохнуть. Сейчас бы на ловушке сдохнуть, да. Действительно, без резов нужных. Кайф. Давайте все-то мы должны его увидеть теоретически, нет? Да? Вот, пожалуйста. Что-то он не идет. Вот. Три клетки. Вот это магическое место. По тебе вот с такой позиции человек не попадает, а ты попадаешь. Федеса. Я хочу от этого уйти сначала. Потому что там еще несколько милишников. Они довольно часто на эту точку выходят в такой ситуации. Ребят, это не абуз, это игровая механика. Криты вылетают просто. О, хап, привет. Давайте все-таки так поставлю. Там еще один милишный пак, это очень хорошо. Правда, сейчас меня на козлов выталкивают. Но козлы обычные, поэтому... Я думаю, что вот опять три клеточки сюда. Встаем и стреляем. Надо было, конечно, вот этого сначала убивать. Что-то он по мне попадает, а тот не попадал. Блин, уже милишный пак вышел. Окей. И это обычный. Обычный враг. Давайте, идите уже, козлы. Сколько можно? Хитрые какие. А, они из-за угла. Нельзя доверять козлам. Нельзя доверять козлам. Да, миньоны пошли. Ладно, давай... Нет, давай лучше нормально сделаем, как надо, чтобы у нас и... Фьюри был скастован не под конец, а нормальным. То есть, подкайте мы их немножечко. Десять секунд еще. Да потому что, ну... Опять начнется, скастуем и скастуем Фьюри, и все. И... Уже можно. Тем более, здесь трое-четверо. Пятеро-шесть-тро. А тут все, в общем-то. Они немножко толпятся, какая-то у них... Ага, это уже их похоже. Уходим в угол против троих. Так будет лучше. А у меня так и так 75 из-за капа по Вити. Ну, это поможет мне сейчас Фьюри прикастовать. Сейчас Фьюри спадет. ДФЕ у меня снизится, но с этим шлемом не снизится особо. Не сильно, типа, снизится. Для 74. Так что это был правильный ход в целом. Ремешок держится. Билл спрашивает, милиганы, стигму не планируешь? Нет, я пока Диаблу на паузу, скорее всего, поставлю. Если мне прям новый какой-то класс... Какой-то новый класс не захочется пройти, попробовать. Ну, или гуфнулся, скорее всего, гуфнулся. Потому что там нет такой очевидной им мусор. Я пойду играть в Варкрафт и в Сабнафтик. Остается несчастный герой. Перепрекрасывали сразу же. Я верну шлемак, потому что уже... О, опять вот этот белт. Только редкий на сей раз. Резистол армор мана. Вот зачем мне такой белт? Кто бы знал. Идентификация, репр, идентификация. Все, больше ничего. Правильно, правильно. Амульт ставим. До лайвала осталось всего ничего. Ну и противников тут осталось тоже немного весьма. 43 человека всего лишь. Но зато у нас есть возможность теперь зерелочников подкайтить. Потому что, повторюсь, это грандиозная проблема, когда есть вот такие вот рейнджевики от Эмилишной с стабильным, ну пусть невысоким, но стабильным уроном, который ты не можешь еще... Ну, этот пак ты не можешь еще разделить. Так, или это не... Нет, это точно пак. Я вижу. Я вижу, что это пак. Там слишком много. Угу. Так, крайне маловероятно, да? Так, а вот новые лучники. Блин, даже обычные, вы видите, как пробивает. Даже обычные пробивают. Сейчас мы к Юре прикасываем. Скоро чихну. Точно. Блин, уже нет. Везде обман. Где-то он здесь. Вот он, пес. Они иммунны к огню и к молниям. Это самая главная проблема. Что мне их не засплитить просто. Поэтому их надо вытягивать. А, кстати, тут уровень построен таким образом, что я везде в тупик забегаю. То есть, либо ворп надо будет сжать, когда припрёт. Либо... Что, иго-го? Вот он. Плюсы героя, то могут быть вообще другие... Другой дэмэдж. Правильно? Он не обязательно будет магическим. Мы уже встречали таких козлов. Или всё-таки хватит мне... Экспы. Потому что слева ещё один пак. Милишный. Если я аккуратненько пройду на него, его заберу, и там левелапность, то мы... Да, вроде. Хотя эти могут меня сейчас нокбэкнуть назад на пак. Тот тварь. Или эти не нокбэк. Это, кажется, только на сторонке нокбэка. Живём. Окей-докей. Ноль, три, четыре, переподписан. Пять месяцев. Спасибо тебе. Да, там пак впереди. А, с лучниками. Это хуже. Уже не хочется стоять под ними прям. Лучники идут быстрее вперёд. Блин. Только они там подзастряли, а пак нет. Ну ладно, хорошо, значит, с паком разбираемся. Лучники явно подзастряли. Ой, а тут, кажется, там не будет больше, чем трое бить. Да, уходим в угол. Меняем таки парик, пока не забыл. Не следим, потому что сейчас будут ещё мне ремень ушатывать с этим. Для начала надо перепрожать, наверное. Не могу прожать. Прожал. С третьего раза где-то прожал. Нормально всё. Но левел, кажется, не дадут. Да, похоже. Три-пять. Просто кьюрит не только дп, но и мили дэмэдж-резистанс. Что-то немаловажно. А что ты его не бьёшь? Бист. Копец, он плотный. Да, когда он редко ещё к тебе попадает, зачем-то было ставить, чтобы было больше дамага с этого с шипом. Левел ап. Е-е-е-е-е-е-е. И перчатки не успели сломаться. Итак, друзья, мы с вами берём скорее всего эндюранс один. И на каком мы сейчас 8-9-50. Всё. И три перка here and now до 50 уровня. Все, у нас 50-е, 30 статов. Почему 30 статов? Почему 30 статов? 40 же должно было быть. Только не говорите, что есть кап по статам на распределение. Ё-моё. 10 статов, кота под хвост. Тьфу ты, блин. Здесь должно было быть 40. Я не знал такого просто, но не знал. А, на 50-м не дают статы. Ну хорошо, тогда ладно, я не потерял. Слава тебе, Господи. Короче, наша задача сделать так, чтобы мы этот шлемак могли носить всегда. Ох ты, не записал еще, какие статы у тебя были. Ой, дурачок. Ой-ой-ой. Я помню, там под хвост надо было очень сильно апнуться, чтобы... Блин. Что-то мне не нравится. Чувствую, сейчас наломаю дров с этой каской. Могу наломать. Во-первых, у нас 75к по ДФЕ. То есть, если мы хотим еще уменьшить входящий панам урон, то нам нужно прокачать витум. Это раз. Но я думаю, что критичнее все-таки иметь возможность использовать вот эти вот шмотки. Хорошо, у тебя есть еще кольцо ко всем атрибутам плюс ДФЕшный. Может быть, даже имеет смысл его использовать. Да, плюс лайт радиус. Но хитрикавери и статы. Нет, опять завязываешься на шмотках, Миш. Опять завязываешься на предметах. И, соответственно, ты это кольцо снять нормально не можешь. Тебе в ротацию нужно. Хотя амулет постоянно меняется. И желательно, чтобы кольцо-то мог спокойно снимать. Это хорошая физушная с силой и с лрезами не хочется, конечно, снимать. Короче, смысл в том, что в идеале вот эти вот два предмета должны работать так. Lightning Resist 0. Ну, потому что он режется пушкой. А, потому что... Не, не режется пушка, потому что у меня сейчас кольца соответствующие. Lightning Resist довольно быстро ставится. Вот он уже, хоп, снял перчатки, поменял. Ну, уже у тебя 50%. Надел кольцо, оно уже у тебя в капе. Это просто перчатки такие стоят. Короче, я думаю, надо реально отвязываться от... Если мы оставляем... Если мы оставляем... А мы оставляем это кольцо, этот амулет, то нам нужно силу вкачать. Так, чтобы использовать этот армор. Все. А дальше... Пиховать все в дексу. Ради этого шлемака. Блин, ну жалко. Там такой разрыв, скорее всего. Да у меня сейчас дексы как таковой нет в бонусах от предметов. Мне реально сейчас надо будет все вообще вкинуть в дексу. Все оставшиеся 28 поинтов, и их не хватит. Да? Нужно 29 же. Нет, конечно, мы, типа, берем, ставим колечко, бла-бла-бла, и проблема решена. Но что будет, когда я уберу это колечко? Ну что будет, когда я уберу его? И, опять же, если я нацелен на этот шлемак, то мне все равно нужно виту поднять. А какой смысл у тебя в... Под фьюри? Даже с перчатками на... Не минус ДФЕ. Все равно все в капе уже. А есть еще перчи, соответственно. На семерочку. Ладно, четверочку бонусному получится. А, и тут турнса тоже нет. Блин, беда. Может, я зря по кипарику заморачиваюсь. Ну как зря? 29 ДФЕ. А, 19 надо, не 29. Поехали. Что? А, минус 7 ко всем атрибутам. Это прикол. Я что-то чушь делаю полную. Во-первых, мне нужно виту посмотреть, она как. Короче, я не... Не отвяжусь я от этого шлема. Увы. Хочется последние четыре стата еще в витуу закинуть. Что шлем мы уже не оденем нормально. Давай. Увы. Увы. Значит, против франжевиков абсолютно бездарно. Я сейчас торопился, как обычно. Трипл флэйл. Неправильно закинул, конечно. Просто поторопился. Хорошо. Допустим. Допустим. Мы, по крайней мере, отвязали этот. Освободили частично хотя бы колечко. Против лучников. Ну, мы можем поставить одно кольцо. Мы можем поставить другое кольцо. Там третье кольцо, может быть, тоже. Нет, третье кольцо не тоже. И они стреляют магией, правильно? Они стреляют магией. Давайте колечко на Magic Resist все-таки попробуем одеть. Здесь у нас колечко на нормальный Magic Resist со статами. Да, вот дексовое кольцо шикарное. Просто я не уверен, что буду менять амуль против этих рейнджевиков. Все декса, мэджик, хорошо. Все можем использовать. Нет, вариативность есть. Дексы 280. Триндец. 250 армора. Из-за того, что еще 23% к дексе эта пушка добавляет. Кольцо нового статы дает плюс 5, дефи, а не минус. Я в курсе. Спасибо. Спасибо, в курсе. Серьезно, попадаем? Сейчас у нас рейс по мэджику в капе. Несмотря на то, что амуль оставлю. Попадают они по 35, тем не менее. Довольно много. А, у меня же еще перк есть один. Ну, скорее всего, в хп это жирные статы. Все. Потратили все скиллпоинты, потратили все перки. Жизни не так много, как хотелось бы, но... Ну, пока что живем. Поехали дальше. То колечко хорошо в пастовке хит-рекавери. Девятью ко всем статам. Это очень жирно. На всякий случай зачищу... Зачищу вот этого несчастного. Хотя он особо не мешает. И будем сейчас пытаться уже с лучниками как-то воевать. Ну, я вымаксил резисты. Под фьюри у нас теперь 79 дефи. Просто шикарно. Просто шикарно. Они не отгораживаются, напомню. Надо понять, куда отступать. Наверное, все-таки прямо и вот куда-то туда. Там, по крайней мере, вокруг можно... Вроде как можно бегать вокруг. Этот не в паке, этот, но бас. То есть резисты пака могут отличаться от резиста... Нет, не отличаются. Понеслась. Так, у этих тоже магический урон. Кстати, не так много сюда идет, только один человек вообще. Давай, иди сюда. Милишный двигается. Блейд. Класс. Да, также по 35 наносят. Они просто пожирнее, чем... Мне кажется, во-первых, я зря прокачал все сразу. Потому что впереди еще могут быть шмотки, которые... Ну, хотя мы предметами должны повышать это все. Там в загашнике есть... Разные самые резервы такие... По статам, по разным статам. Ну, а как хорошо они сплетятся. Просто шикарнейшим образом. И надо было угол делать. Помните, я говорил, что они не попадают? Надо было не по прямой стоять, а все-таки давать угол небольшим. Фьюри обновим. Да, экспа идет, но уже без толку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там еще, оказывается, был один. Ну, ничего-ничего. Вот типа вот так встать. Они уже начинают мазать, видите? У него пять выстрелов мимо. Ну, бас. Хорошо. Еще до героя, правда, не добрались. А, вот это герой, собственно, стреляет. Раз он... Хотя по цвету... По свету вокруг не скажешь, что это герой. Нет, вот это конкретно не герой. А, промахиваются. Провоцируем еще героя. Три клеточки по схеме. Да, здесь он тоже, видите? В угол стреляет. Класс. Давай уже. Ах ты, пес. А вот герой точный. Я бы попытался его даже поджать где-нибудь в углу, но, к сожалению, там еще один гад есть. Надо его сначала выманить. Герой вообще не алло. Он даже не выходит. То есть он... У него своя какая-то мысль есть. Сейчас мы попробуем его поджать. Поджали. А, он к стеночке, кстати, лайтинговый не очень хорошо относится. Я не знаю, как его лучше. Наверное, здесь надо было уже типа вот так сделать, стеночку за него. Фиолетовый, кажется. Нет. Ну, вы взяли в угол. Вот сюда вот. Стоп. Готово, работаем. Что я, как обычно, Фьюри не прикастовал. Видите, как медленно мобы убиваются, если нет пушеков. Это я еще с бонусом. Он же бист. Набиваем. Это последний монстр. Так. Ну, я думаю, что нужно сходить на доп-уровни. Просто потому, что время у нас с вами еще есть сегодня вечером. Хитпоинт почти плюс 80. Такая дичь. Идентификацию мы набрали. Так, там у нас... Во-первых, там не нужны резисты, насколько я помню. Или нужны, ну, типа... А, нет, там нужны лайфинг-резисты. Точно. Там же нужны лайфинг-резисты. И не только, да? Там вот козлы с этими... Кажется, еще птички есть. Птички. То есть мы должны фар-рез подтянуть. И лайфинг-рез. Так, чтобы еще кипарик работал. Много хочешь. Есть тебе лайфинг-рез, чтобы кипарик работал на кольце? Кажись, нет. Пойдемте. Там еще просто два босса, дополнительный контент. Там можно гуфнуться как раз. 69, 79, десятка от фьюри. Жесть. Да, заходим. Архитектура на прыге была такая же, как на нормале. И, как вы видите, здесь тоже. Понятно. Они пробивают по 37 фитов за удар. Это не много. Это не много. Стало быть, шмотки сильно коститься не будут. Так, это вот тот самый фар-резист, который нам нужен, типа. На кипарик, напоминаю... А почему они не попадают еще? Так не хочется за ними бегать, если честно. Мне же кипарик надо переставить, в конце концов. Или забить и бегать просто. Точнее, за ними. Пока что выходит не сильно медленнее, учитывая то, что мы с руки бьем все-таки сильнее. Хотя там выстрелы чаще получаются. Короче, что делать? Что делать, что делать? Либо менять шлемак обратно. Что здесь мы... Резиск магии нам не нужен, но... На муль можешь менять просто, например. Вот так вот на муль ставишь. У тебя кап по... Не нравится мне все равно это. Ну, кольцо это в любом случае надо поменять. Нет, не в любом случае. Не в любом случае. Что у тебя вообще по доступным кольцам? Мы же все-таки это поставим. Мы же знаем здесь, какие враги будут. Ты фаст хитрикавери, тебе тоже может помочь. А, давай. Так. Ну, а с резистами-то что? Кольцо-то ты поставил. Ну, фаер есть. Лайтнинг мы... Так, ставим. 66. Еще не густо. Да нет, у меня более удачного кольца. Замену. От физушного отказываться вообще не хочу. Ладно, давай так. И меняем амулет. Окей. О, ты реалайз лучше брать, конечно. Может пригодится против страшных магических паков. Ну, сейчас-то мы можем, получается. Да, сейчас мы можем переключаться на рейндж. Благодаря кольцу как раз. Да, да, я помню вас. А, они же в разные стороны еще убегают. Фамильяры, за которых 3000 давали в прошлый раз. 30 дают в этот раз. Справедливо. Ну, бегаем за стрелками тогда. Фьюри был прожат, не знаю я. Нас поджали, но... Не страшно. Страшно, когда в Фьюри спадает. Немножечко атак. Нет, не страшно. Бегаем убиваем. Да, 50 левел максимальный. Я, кажется, понял, почему папашки Свифт Леонора качают. Потому что только так у тебя появляется возможность получить 50 левел без использования Свифт Леонора. Ну, или, по крайней мере, ближе еще там плюс 2, плюс 3 левела сделать. И ты еще жестче начинаешь обгонять врагов по... По разнице по уровню, короче. То есть, оно тебе... Оно тебе, типа, упрощает жизнь. Лет не точно. Да хватит, ну... Слава тебе, Господи. Так. Двигаемся. У нас с вами осталось максимум 4 уровня до конца. Это максимум. Может быть, раньше все закончится, естественно. Так, вот они... Опа! Вот они, стрелки. Обычные милишные стрелки. Ну, в смысле, милишные стрелки. Везушные стрелки, извините. Так. Ну, с ним, по крайней мере, понятно, что вот... Вот они стреляют, вот они урон наносят. Лен там заморачиваться с... Польцами и прочим. Что ж ты делаешь, ты, Миш? Ну, они косые. Такие же, как в прошлый раз. Поэтому... С ними перестреливаться хорошо. Главное, не стоять на прямой. Да, это турнир с... С фиксированными... Крайне маловероятным видом, что будет пушка нормальная. Правильно ведь? Может быть. Хороший дамаг. Ну, один афикс, поэтому. Так. С этими мы... Берем второй сетап, получается. Там же молний пока нет. Пока нет. Работаем. На убер норм. Да нет, он все равно хуже, чем текущий. Ё-моё. Рындец, как же слабо, а? Ну, это паковые, понятное дело, но... Так медленно. 20 косарей хп. Как ты быстрее собираешься убивать? Можно, кстати, попробовать поставить по касочку. Но... Стренноватый, если честно. Обычный по 6к хп. Маслами мы затарены. Помните, что на третьем левеле будет огромное количество, во-первых, врагов и босс будет жесткий. И огромное количество магических шмоток. А паков вражеских не будет. Поэтому идентификации очень нужны. Все вот эти вот идентификации, они... Если я буду сейчас все прям магические шмотки, что будут попадаться, идентифицировать, их не хватит. Поэтому, скорее всего, не надо было прошлый мечик идентифицировать. И надо внимательнее выбирать те шмотки, на которые тратят свитки. А то потом не останется на какие-то ценные или на унике, не знаю, на редкие шмотки. Ковыряем. Ковыряем. Ай. Не туда зашел. Защитил лучше, чем на пурге. Я помню, здесь уже были проблемы. Потому что у меня не было масел, у меня ломалось все интенсивнее гораздо. Дамага была меньше. Следующий уровень это чисто босс плюс пак. Босс милишный. С очень быстрой скоростью атаки. Должен впитываться нормально. А, я же этих в прошлый раз вообще в холле болтом убивал. Потому что не пробивал их по-другому. А, тогда хороший показатель. Добрый вечер, Сергей. М1985. Добрый вечер. Сегодня мы заканчиваем... Опачки. Пробили, кажется, дополнительный раз босс. Сегодня мы заканчиваем с Хеллом. То есть, либо я умираю, либо мы... Либо мы убиваем Убера. Такое ощущение, что я зря их не бью. Вот очень зря. Я еще зря с три нас рожался сейчас. Так, дальше у нас козлы. Козлы и лучники. Козлы у нас... С молнией мы меняем... Как же издалека они пулятся-то? И лучники довольно шустро бегут вперед. Так, лучники увидели. Хорошо. Один пес нашел, откуда стрелять. Но он не попадает из-за того, что стреляет в колонну. Второй попадает, но не так часто. Зато и не попадает. Нормально. Ох, как резиск к молниям-то нужен. Ё-моё. И это нифига не кап. Блин, что-то я уже пожалел, что сюда пришел. Надо было сразу на Убер идти. Да пробивают, потому что... Даже так сделаем, что резист-фаер не настолько жестко нужен. Адф-е помочь может. Еще лучше не кайти. Адф-е помочь. И можно кайтить, конечно. Терпимо, короче. Слушайте, они очень крепят здесь. То есть можно вот так вот брать. Weapon breaking. Да ладно. Реген у них, конечно, конский. Ладно. Зато уникальный контент. Не помню, что вы на Харазон ходил. На Харазон ходил на думе. Так там же столько шмоток. Уникальный контент. У нас проблемы с резистами. Ну хотя 22 он наносит только. За одну плюху. Но это... Это одна вот такая штучка 22 наносит. Живем по... По людям. Я не буду даже переодевать, наверное, на Fire Resist. Что мы с ними должны... Опа-опа-опа-опа. Там еще, оказывается, есть упырь. Големчик. Да, лучше вымотить, на самом деле, резисток к молнии, чем... Чем к огню. Потому что, ну, абсолютно разные по силе враги. И с мышками лучше все-таки... Что за бутс? Классно вот. Представляете? Там где-то в самом конце дума вам выпадают обычные сапоги. Просто абсолютно обычные сапоги. Не честно. Так, мышки. 328 урона с луком. И фаст-атак еще. И 23 крита на нем. Шикарнейший лучок. Просто шикарнейший. Едем дальше. Ага, я помню этот пак. Это не пак, это просто... Просто кучка мобов. Их как раз ты можешь нормально вытанковывать. Они очень быстро умирают. Наносят 37 там... Ой, 16 урона. То есть 37 это была сумма двух ударов. Это как раз... Враги, которые не представляют никакой угрозы. Так, а вот и Lightning новый. Lightning и Fire. Все-таки так. Извините. С руки они бьют вообще немного. По 25, по 26. А вот молнии... Урон наносят. Так. Ну, я понял тебя. Ну, отступи ты, ну. Мы уже больше половины уровня, кстати, прошли. А он не маленький. Так, хорошо. Видите, как не помогает Light Radius. То есть противники вас начинают видеть. И начинают, что самое главное, стрелять. Издалека. Опа, тут вообще пак. И этот пак, и тот пак. Все, все в паках. Это должен быть простеньким. Это посложнее. Не, ну все равно нормально. Нас не просаживают. Если что, можно в починку. Просто брать и... И спокойно юзать обилку. И чиниться. Тем более, многие из предметов новые. И с хорошим запасом по прочности. Поэтому, может быть... Не стоит масла тратить так опрометчиво. Может, стоит подэкономить немножко. Блин, как же. Так здесь дофига народу будет, я помню. И самого разнообразного. Ёшки-матрёшки. Реально много их. Ох, там ещё паки. Да ну нафиг. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Холли нова. Холли нова есть? Я не знал. Да ладно. Это как раз против таких вот паков хандедовских, больших. Эти наносят много урона, к сожалению. И шмотки коцаются прилично. Выжигают ману, но, как видите, по пассивке плевать. То есть, всё равно у тебя есть мана. На фьюри, на хил. Да, только хотел сказать, что сейчас что-то ломаться начнёт. Прошли, маг, кажется, был коцун. Насколько я помню. Так, сколько мне нужно на холли нову? О-о-о. 180 магии. Неплохо, неплохо. Сейчас, пацаны, будет босс после этого уровня сразу же. Который может. У него дикая скорость атаки и огромное количество ударов. У него, правда, защиты никакой. ДФЕ близкий к нулю, скорее всего. Так по ощущениям. Но, самое главное, там не просесть по хп. А это может быть. Могу просесть. Потому что от жорта пофиксили, я же обновился. Я думаю, надо бутылки собирать ещё. У меня нету комнаты. Да. Ещё. Фу. Да, долго. Фу. Но значительно быстрее, чем на пруге. Я помню их просто холли болтом и кайтил. Потому что они мне мало того, что пробивали, так ещё и... Ну, пробивали настолько сильно, что шмотки коцались. У меня на этот момент уже были проблемы с маслами. Какой же лучок классный. Может попробовать даже из лука этих было поотстреливать. Потому что у меня же крит есть. И даже несмотря на то, что дамага типа может не хватать. Ну, такое себе. Ну, и тут же отрегенили, естественно. Не-не-не, стрелами это как с зубочистками. Расковаривать их. Ну, видите, даже реген срабатывает. То есть мы на милишных отъедаемся. И смотрим то, что уже... Есть... В этом патче есть лёгкий дебаф в Мейденке. Осталось всего 42 монстра. Это мало. Было, кажется, 150 на старте. Ой, кого-то я там цепанул. Кажется, козлы с этими, с молниями. Да, нет, просто козлы. И с молниями тоже. И просто и с молниями. На козлах мы также отжираемся, как видится. Кольцо. Нет, двоих, я думаю, сможем вытанкивать. Двоих, троих даже без амулета. Потому что они чередуют удары и... Ну, и не всегда, короче, они кастуют. Кольцо пока не идентифицирую. Пока что нет. О, только не так. Только не Моисса, на самом деле. Потому что с Моиссой у меня сразу Резист Лайтнинг в ноль. Сейчас обойду тут. Вот выход к герою. Осталось 30 конструкторов убить. И всё. Они здесь толкаться, насколько я помню. Так, вижу лучников. И этого. Лучников довольно много. Я хотел бы сначала Хидденов убить. Как же давить. Вообще не мажет. Так, этого тоже убиваем. Это уже с Диабло. Нет, с Диабло будет... Это три дополнительных уровня. Один, второй коротенький с боссом. И третий будет с... Ещё одним боссом. Но он очень большой. И весьма сложный. Особенно концовочка сложная с боссом непосредственным. Так, а что мне здесь делать? Довольно большое количество рейнджевиков. Как обычно у нас идёт спулить всё. Кипарик держится. Норм. Попробуем опять прикрыться от рейнджевиков. Чтобы там всякие козлы отошли, гоблины отошли. Сначала. А потом уже будем со стрелками. Тем более стрелки, кажется, подотстали. Какой же у них реген, а? У них просто конца перегелать. Упореть. Ладно. Хорошо. Не отвлекаемся, следим за хитами обязательно. Всегда. Я не уверен, стоит ли мне... А, я не могу попасть потому, да? Отсюда смогу. Стоит ли мне... Сначала убивать миньона... Наверное, да. Наверное, стоит сначала убивать миньонов, потом только герои. Потому что там... Там они тоже сильные. Так, остается 6 монстров. Проверяем библиотеку. Эфириалайз, может быть, и возьмем. Как только удар получает, сразу же отступает. Ну, буков-телепорт, ребят. Все нормально. Максимально бесяч. Эфириалайз может помочь. Может помочь. Но вместо чего? Да, давай кипарик немножко. У меня их уже 3 где-то. Раз, два, три. Деньги, конечно же, не нужны. Сейчас попробуем четвертый взять. Да. Остается 5 монстров. А, слева идти. Ну, ладно. Фири успел прожать. Поэтому работаем. Что-то у меня есть сомнения по поводу того, что я спокойно убью босса. Уровень зачищен. Так, что у него? У него чисто физика. Что у него? Сейчас мы прямо оденемся. Кольца уберем на резисты ненужные. Ёшки-матрёшки. Как же она? Кислота еще бьет с этих худшинок. Так. 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 Блин. Так. Привет, ноизм. Короче. Этот амуль мы меняем ориентировочно на этот. ХП дамаг атрибута. Оставляем. 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 Мне кажется, нужно менять кольцо на Fasted Heat Recovery. Потому что плюс 5 DFE, это может не боком выйти. Поставить еще физушное какое-нибудь кольцо. Вот это вот. Хотя максимальное DFE. Атрибуты. Хитпоинт еще сокращается. Наверное, не стоит, да? Это еще урон. Мы апнем на 30-ку. Благодаря силе. Я починился все-таки. Блин. Жалко, с одной стороны, некоторые шмотки чинить. Прям. Мне, по сути, нужно только это. Это может быть рефлект, но крайне маловероятно. Скорее всего, рефлект будет только в минус. Может, DFE на эти на ХП заменить? Мы же все равно под Фьюри будем на максимуме. Да. Ну, это 20% ХП. Это может помочь с Богом, друзья. Я просто не доходил до этого босса на этом уровне сложности. Могут удивить, могут убить. Так, амулет не забывай. На этот. Да. На этот. Так, фиксируем. DFE 69. 60-80, мили дэмэдж резист. 215. Урон по 400. Охренеть. Уходим. Не понял, почему не открылся. Открылся. Энчатка уходила. Так. Вот босс. Надо издалека, типа, сначала миньончиков. Нормально. Это простые виверы. Я, скорее всего, буду просто хиляться против того и пытаться бутылки пропивать. Эликсир силы. Эликсир силы. Дожидаемся отката фьюри. 913 хп. Давай. На пурге он мне просаживал на половину хп. Но мне кажется, я был хуже готов на пурге. Поехали. Вообще издявы. На всякий случай, конечно, лечусь. Но он даже не перебивает меня. Лечение. Перебил два раза сейчас. Почти до половинки. У меня мелочи. Из-за. И ничего редкого не упало, блин. Ничего уникального не упало. Я бы смотрел не пушки, а все остальное, короче. Спайкет Хелм может зайти, например. Даже не вспотел. Не знаю, как и вы. Смотрим на Хелм. Резист колд лесом идет. Такой Хелм. Филл нет. Кроссбоу нет. Элот Баклер может быть. Хотя он предыдущего тира. Торнсовый чисто нет. Спайкет Гаунтлэц. Ох, вот это тир хороший. Это уже может 20 дексы. Это как раз то, что мне может отвязать вот так вот. Понимаете? Я так сделаю. Потому что, во-первых, здесь аффикс только, ну, здесь на двоечку. Во-первых, декса у меня скелится от... Декса мне нужна. Это армор, это тухит. Сейчас вместе... В общем, 280 дексы с этими перчаточками. Это не предел. Можно еще дексовое кольцо поставить. Вот, да и фья, конечно, понежнее, чем в этих перчах. Но, во-первых, армор класс. Во-вторых, 20 дексы и отвязка. Самое главное, что мы можем теперь спокойно менять пушки без привязки к... А, нет, не можем. На них еще 140... Так, давай-ка ты не будешь, во-первых, убирать старые перчатки. А я их одел исключительно потому, что у меня сейчас сила апнута. Причем сила есть в кольцах в двух. Еще все атрибуты есть. Да, это очень опасно, конечно. Не, может быть мы... Будем сейчас только амулет менять. Оставим чисто физушные кольца. Ну и если нам хватит по резистам все. Ладно, смотрим дальше. Белт, может быть. Идентифицируем. Спелл Санкрис на три уровня. Я мечтал о нем. Пушки нет. Баклер оф Торнс. Пакет баклер. Это вообще древний баклер. Очень древний. На два тира ниже. Но я потрачусь на него. Даже чисто дексовый. Кольцо проверено в всякий случай. Потому что... Высокий уровень. Остальное трогать не будем. Флейл нет. Кроссбоу нет. Да вряд ли я выбью лучше. То есть надо объективно смотреть на вещи. Но то, что перчаточки появились альтернативные, это хорошо. Так, стоп. А где мои ботинки? Во-первых, у меня шлемак старенький. Во-вторых, ботинки надо бы по-хорошему вернуть. Ну, идем дальше. Остался третий уровень, а потом последний. Третий из дополнительного. Там тоже босс. На мой взгляд, он поджёстче будет. Потому что, во-первых, там комбинированный урон. Кажется. Кажется, там фаер. Фаер плюс физ. Но в прошлый раз он тоже развалился. Если там автор сильно не... Теперь макс ловил. Да, мы по плану получили 48 уровень. И за счет перка here and now... Нет, давайте проверим, куда тот респо ведет. Прокачали три оставшихся до 50. Потому что динамика получения 47 уровня показала, что... Опа! Я забыл, что здесь сразу где встречают упыри. Блин, точно вижу. Интересно, сколько здесь магов умерло вообще на этом? Или лучников? Тут же жесть. Сразу это... И причем они всегда так. Они всегда так. Так, на этом уровне, насколько я помню... Ёппере СТ. Фаер макс, лайтинга нет. И козлы еще есть. Предскажите, пожалуйста, а предметы поя у Диабло позаимствовали наоборот? Нет, конкретно этот мод может быть что-то из поя позаимствовал. Ну, естественно, Диабло это игра, которая вышла в 96-м, наверное, году. Если... Ну, это пробежительное, по ощущениям вспоминаю. Спайкет Хелм. Проверять надо. Вот шлемак можно проверить еще один. Сейчас эксперт в чатике напишет, когда вышла Диабло. Тупичок. Я немножко смущаю то, что сейчас придется бороться... Не, нормально. Ничего-ничего-ничего-ничего. Нормально, немедленно. Милли дэмэдж просто увеличен здесь из-за того, что я с уникальным арбалетом. Там есть у него афикс плюс 9 милли резистенс. Создатель Диабло ориентировался на... Он имеет в виду, что скины в этой... В эдоне некоторые, они из поя. Вот о чем он говорит. То есть вот армор вот этот, кажется, из поя. А то, что Диабло была первой игрой, которая... Ну, в таком жанре, это понятно. Да, 96-й год, декабрь. Я бы, конечно, поставил все-таки на резисты. Чтобы не сильно страдать от молнии. Ну, может быть, и не стоило. Потому что их немного. Из-за угла ты все равно. Они сразу мели и начинают уже 50 на 50 бить и стрелять. То есть ты и отжираешься от них периодически. Ах ты. Какие интересные заготовочки тут. Сразу пак еще. Ну, простых демонов. Все, огня мы не очень боимся. Какое впечатление, что он вообще не попадал. Только из поящее Dark Souls были. Вот, видимо, об этом товарищ говорил. Так, Elixir of Magic. Помню, что уровень большой. Поэтому лучше исследовать все сразу. И вот все вот эти вот штуки взрывать. Потому что... Так, а слева у нас должен быть тупик. Давайте его исследуем. Тут он линейный, но он просто громадный. О, ёппер, СТ. Нифига ж здесь стоит народу. Но они будут друг другу мешать. Мне есть куда кайтить. Это все безобразие. Так что давайте. Они уж там подтупливают. Мне единственное, что сейчас расстраивает, то, что опыт идет в никуда. Здесь нет уже прогресса никакого. Но я понимаю, что если бы не качнул, так бы просто мне здесь не было. Кольцо, кажется, должно поместить. Вот кольца, ботинки, офф-хэнды, это то, что можно, в принципе, заменить. Но я, наверное, не буду пока идентифицировать. Просто потому, что впереди еще целый уровень. Черт его знает, как оно пойдет. Блин, ладно. Это реалайз. Выкидываем. Где он? Едем дальше. Убер еще живой? Да, но это же дополнительный уровень как раз перед Убером. Мы решили не идти туда, на него. А решили пойти еще на дополнительных боссов. Потому что время есть. В любом случае, сегодня это все закончится. Я уже не это говорил. Либо смертью, либо... Ну, либо моей смертью, либо смертью. Так, это же мэджик урон-то. Ё-моё, опять 25. Это же мэджик урон, точно. Да, видите, как пробивает. Жесть. Да, есть у меня, конечно, тут деф на мэджик. Мне просто сама динамика не нравится, как они... как они расшатывают. Просто если забудешь поставить правильный амульт, то тебя унесут. Хорошо, если правильным амулем сейчас стоим. Улыбаюсь. И то пробивает. Ну, перестреливаемся, шикарно с ним. Паста так. Лучок просто замечательный. Так, еще минимум парочка лучников снизу, поэтому давайте-ка. А это... Нет, это тоже такие же. А промахиваются они не потому, что они косые, а потому что армор высокий за счет дексы. И если ты не по прямой стоишь, идет уже серьезный штраф у них. Так, тут я вижу тупичок. Слушайте, надо проверить справа. Мне казалось, что вот как раз основной путь это налево. Вот туда вот. Так что я, пожалуй, здесь проверю для начала. Чтобы никого не оставить. Так это не тупик же. Блин, это похоже вообще на боссовский уголок уже. Ё-моё. Что-то их много. Да, это боссовский уголок. Почему так? Не могу понять. Ладно, ничего. Да, это боссовская часть уже. Какого лешего? То есть, вот в прошлых двух уровнях сложности это был... Был уровень абсолютно типовой. Абсолютно типовой. Да, это босс. Вот только хп унитаря под ботами. А, вот это вот обычный тип, да. Не особо нужно, согласен. Так. Ну, давайте, наверное, сразу на боссы пойдем. Раз такая опция есть. Катить вроде есть, куда его. В принципе. Тут-тур-тур-тур-тур... Ну, там народу очень много. Там человек 60 в ее комнате. помню прошлом надо иметь возможность дальше его кайте то есть сейчас не надо лезть вперед лишь аркадий блин может начали дорогу для кота расчистить так правильно было бы сделать конечно же но я помню тоже эту конструкцию здесь очень плохо не тренджики они не умеют о лойд баклер это предпоследний тир проверю все просто статы могут выпадать уже максимально вещи которые на замену не пушки не пушки все три пушки у нас есть а вот именно второстепенные все я попробовал по заменять аркадий включил да и дальше по-хорошему эти нельзя конечно действительно подготовить себе место для того чтобы кайтить это безобразие потому что он точно там я узнаю ну как бы тут и двери рычаги это все это но привет вестан я просто раз где-то вот досюда вы нужно его кайтить если что мы меняем просто амуль но вот это вот и все остальное не трогаем физушные кольца все все в остальном хорошо очень долгие враги просто не регенятся быстрее чем я наношу урон один минус скрита судя по всему из-за этого я сами дикие я пробую в углу зажать причем они довольно точные ноты хит у них не очень высокие в смысле нет нет ухита урон еще минус 1 так мы по крайней мере у него реген перебиваем хорошо или дальше на там огромное количество врагов блин и я не скистовал фьюри опять ладно сейчас разберемся главное что лайкинг подтянул амулеты синие скорее всего тоже не зайдут я думаю что и кольца тоже не зайдут крайне маловероятно что он будет что-то лучшее чем вот хотя могут быть лучше чисто по статам я там видел в кольцах может быть там и 50 физ дамага например это очень круто у меня такого даже близко нет так лучников вагон так на эту лучники чисто физушные поэтому растянуть и отстрелить да они попадают но у них нет лечения у меня есть лучше не затягивать с лечением делать его когда-то уже подходишь к половинке хп то есть видишь динамика уже подходишь еще один двоем так 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 В любом случае, для того, чтобы идти с этого уровня, мне недостаточно убить боссом, мне нужно все равно уровень зачистить, а за дороги нет. Книги в правильном порядке мы с вами прочитаем, не беспокойтесь. А, я просто не с той стороны зашел на этот уровень, вот в чем дело. Может же такое быть? Потому что я помню, что вот эти конструкции, ну вот прям были, были, они точно были. Скорее всего, да, здесь же может быть два входа, правильно? Да, я не с того входа зашел. Сто процентов. Стрим на YouTube, похоже, упал. Сейчас поставлю паузу, секундочку. Мы стоп-старт сделаем. Ретрансляции. Отлично. Надеюсь, поднимется. Поехали. Да, тут обычные птички, дальше идут пожестче с молниями козлы. Да я помню, я помню этот уровень, вот прям вот эту вот конструкцию четко помню. И этих козлов тоже помню. Поэтому, скорее всего, здесь просто два входа. Но это бы объяснило все. Не хочу фьюри прожимать, потому что резисты снижаются. Хотя вот сейчас уже немножко пожалел. Против молнии может быть даже не важнее снижение резисты, как повышение дфе. Хотя это не точно. Блин, они реально, если не попадают, и я не отхиливаюсь, то я их нормально не могу контрить. Здесь просаживают, и все. Надеюсь, я сразу попробую бежать. Обычные демоны. Пояс. Конечно, надо масляцем починить. Будет. Я хотел довести до единички, не получилось. Дальше я терпеть не буду. Так, там масло минимальный на урон вообще. Ну, в смысле, минимальное количество восстановил. Так, еще козлы. Да, это как раз вход альтернативный. Точно. Ну, лучше начинать тогда вот с другого входа. Потому что по центру вас сразу встречают. Четик, что будет после конца сегодня? Я думаю, что мы как раз закончим с Убером в конец трансляции. Ну, либо раньше. Либо не дойдем, не убьем его. В таком случае. Но я не хочу рассматривать пока такой вариант. Так, демоны. И козлой. Да демоны сами убьют своими. А вот батку убивать некому. Сейчас меня к следующему паку доведет. Там, правда, не пак, а недоразумение какое-то. Только один лучник. Больше еще никто никого не видит. Да, и вот здесь выход, кажется. Вот здесь он где-то был. Или дальше. Сейчас посмотрим. Да, вот он выход. Отсюда можно было стартануть. И нужно было стартануть. Что здесь, по крайней мере, на вас не накидывается сразу 8 человек. Это обычные ботинки. Они не нужны. Все, и тогда понятно. Уровень все-таки абсолютно фиксированный. То есть он нарисованный. Он не рандомно генерируется. И надо просто заходить вот с этой стороны. Осталось 55 монстров. Большая часть из них находится непосредственно у героя. Против героя у нас есть фаеррезы. Я не буду ботинки менять. Оставлю их. По крайней мере, сейчас у нас есть куда кайтить боссом. Объект с лев 4. Это пара сундуков рядом с боссом, как минимум. То есть это еще один сигнал, что... Все идет своим чередом. Все зачистили. Смотрите, можно издалека посмотреть. Вот он, босс. Это апгрейдженная версия дефайлера, насколько я понимаю. Которого вы в хайве встречаете. И огромное количество людей, которых нужно желательно бы стеночки сразу отгородить. Не забыть книги в правильном порядке прочитать, чтобы ослабить хотя бы немножечко босса. Подготовить зелье на починку. Хотя бы сгруппировать их. А вдруг? Бутылки тоже рядышком. Окей. Так, будем ли мы что-то менять? Не будем, не будем. Нет, нет. Амулет мы меняем. Только амулет. Может, даже чисто на физдамажный амулет. И как-то мне поспокойнее с... Все атрибуты, хитпоинты и олориазы, если честно. Поставим дефолтный амуль. Инспиритус санктум. Эфисио олбитус ут инимикус. Не тот порядок. Это первое. Не помню, какая вторая. Эфисио олбитус ут инимикус. Прэдиктум отимум второй. То есть инспиритум санктум, прэдиктум отимум. И вот это вот открылось. Ой, а че? Арч... Да, это... Слушайте, а... А я раньше рычагами открывал. Ой, не к добру это. Ой, не к добру. Где-то я, кажется, накосячил. Ядрить. Так, ладно, хорошо. То есть очень плохо. Чиним сразу ботом. Продержится, 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 продержится. Рановато. Да давай! Босс пулится одним из первых. Так что не удивлюсь, если он за мной уже бежит. Пока я его не вижу. На подзастряли, хорошо. Нормально. По-моему, когда книги прочитал, открылось. В прошлый раз я... Там вроде такая же. Спереклосом. Шо-шо-шо. Ладно. Отстреливаем. Госс пока не спунился. Хотя я прям в самый центр закинул. В самый центр закинул. Надо быть готовым, что он может выскочить просто из-за угла. Довольно много козлов. Не знаю, я здесь... Я там трех козлов насчитал. Я только двоих вижу. Лучше Амуль тогда вернуть. Не, я думаю, что мы справимся с тем, боссом. Должны. Если там не будет сюрприза от Мордора, то должны. Мы уже Диаблик, а потом еще в Пашечку спим. Я не могу отсюда уйти. То есть это невозможно просто. Должны всех убить на уровне. Осталось 37 человек еще. Да, закидываю туда стрелы. Какой-нибудь сноверочек. Спулили. Очередную порцию. Нет, идет. Он идет. Вейв один. Вейв второй. Побежали. Кажись, изялое просто. Но я хочу отступить. Чтобы лук с лучниками не сражаться. Да, это... Это Накрул. Накрул. Да, он не пробивает нас. Тоже показатель. Сейчас за стеночку, чтобы лучники не валим. Можно даже чуть дальше, чтобы Фьюри прикастовать. Потому что все равно мне придется это делать. Он не пробивает меня. И антедочтор подписался напрямую. Ой, спасибо. ВБНЗ АКЮ переподписан 14 месяцев. Все. ВБЗНКУ спасибо за переподписку. Вообще уходит просто дико. Уходит от шипов. Просто мега быстро. Диабло уйдет. Так же скорее всего. Давайте уникальных предметов насыпьте, пожалуйста. Уникальных, редких побольше. Пожалуйста. И... Ни одного. Да ладно, как так-то? Отстойный экипарик. Фэлшн Толавар. Это все даже пробовать не стоит. Нет, ладно. У тебя уже есть идентификации с запасом. Какие у вас с запасом? Там еще два этих. Раз, три, четыре, пять, шесть, девять. Да? Не, хватит. Там шесть. Ну может, флэтфиза плюс дэмэдж. Ну нет. Первый мимо. Белт обязательно. Белт очень хороший. Мели дэмэдж резистанс. Причем я его купил в городе. Сабли с низким базовым уроном. Давайте Тулбран на единичку. Ног таргет бэк. Понятно. Ну издеваются они просто. Да, на весе. Хорнкэп он на два, на три тира меньше, чем... Чем наш текущий. Поэтому... Даже не проверяем. Едем дальше. Все. Остались только те монстры, которые... Ну в той комнате не добит. Добиваем. Идем на последний уровень. Я вообще-то был уверен, что я попаду по нему в третий раз. И не стал переключаться на ранжевую пушку. Да, давай. Нападай. Каба-4 активировал пушку. Кабачок. Кабачок, добрый вечер тебе. Все дальше просто перестрелки. Перестрелки убийства. Так, сабля старенькая. Сабля, правильно? Да, достаточно старенькая. Прикольно за таким столбом сражаться. Потому что ранжевые пока не подлетели, не могут по тебе стрелять. А милишных ты вышатываешь в этот момент. Сабля же плохая, правильно? Подождите, нет. Это сабля... Вроде хорошего тира. Нет плохого тира. Кольцо берем, саблю нет. Ну дальше. Тут интриги просто мало, поэтому я заскучал. И патчи свежие не накатить. Чтоб сейв был в начале нашей текущей трансляции. Спокойно разбираемся. Осталось всего лишь 17 монстров. А, заходим просто. А, можно бы еще поставить вот такой. Чтоб было немножко попроще. Чуть отступим, а потому что остаются только ранжевики. Их быстрее тупо принимать здесь. Тем более там пак, как выяснилось, был. Да, хорошо, что ты прошел. Я очень долго бы перестреливался с ним. Они наносят приличные уроны и меня перебивают удар, короче. Офигеть, вот же выиграли опять. Что, пропустил интернешнл? С подключением. Ты чего? Офигеть, вот же выиграли. Я не могу. Я не могу. Это здесь. Почему немножко вставать? Более. Ну, два сундука. Спайкет фулл плейт. Ох. Вот это я бы проидентифицировал, конечно. Интригует, что я одеть ее даже не могу. Нужно виты. Единичку виты. 28 ДФЕ плюс пятерочка сразу. И еще 11. Давай, родная. Минус 8 ДФЕ. У меня нет столько ХП, чтобы реализовывать вот это вот damage from enemies. Не, я могу одеть. То есть, как бы берем, одеваем. Но тогда нужно думать, как вот... Не, ну если вот так вот сделаем, то мы ее одеваем. Капец. Там же еще резист подтягивается и против рейнджа на 3%, и против мили, и армор подтягивается. 73. Ну, у меня 79 это максимум. Ну, то есть, я мог виту до 160, было бы 80. Но это все, что я могу выжать из этого персонажа по защите. Но благодаря этому армору я могу, например... Нет, я не могу менять перчатки. Просто... Это под фьюри, подождите. Здесь тоже максимум 79. Да, вот, две виты, и было бы 80. Абсолютный максимум. Сейчас посмотрим, как фьюри закончится. 28 минус 8. Тут 23 минус 6. 69. Слушайте, а она... Этот... Этот армор решает. По крайней мере, для рейнджа решает. Потому что так я вот... Семерочка. Абсолютный максимум уже 58. Не, ну я про этот класс, я же ограничен витой. Вроде как, нет? У меня вита 160, я же не могу больше. Ну, 10 всех резистов это хорошо. И учитывая то, что в большинстве случаев у меня нет потребности в таком арморе, что я даже здесь, под фьюри, близок к максимуму, в ботинках максимум. Так, к сожалению, оставляем этот армор. Если бы был, опять же, второй аффикс, то... Опа, ботиночки. Ботиночки классовые и... Ни о чем нет. Сейчас дайте подумать еще. Идентифицируем все остальное. Мана Реген, шикарно. Болезть в Кроссбоу не буду, потому что у меня есть еще неидентифицированные. Амуль на экспи гейн. Амуль дексовый, но односложный. И колечко фьюри дирейшн. Понятно. Там есть еще, кажется, пара колец неидентифицированных. Да, вот они два. А тут же еще 10 резистов, иногда он даже лучше им... Это понятно, да. Скорее всего, не буду я менять на переправе коней. А знаете что, я уберу вот эти вот перчи и возьму все-таки, типа, подбосса. Тормор. Потому что те перчи, они все равно проигрывают этим. Ну, то есть я от них хочу отказаться. ДФЕ и так максимальный почти. Ютуб упал. Ну, он падает периодически. Смотрите на... Там резерв есть на Твиче. На ГГ заходите, по возможности смотрите. Если вам позволяет, конечно, коннект. Но Ютуб уже второй раз сегодня упадает. 170 виты в табличке написано MaxDFE минус 85. Ну, я не знаю. А, 170 виты. Тогда логично. Я думаю, 160 виты. Тогда все правильно. Тогда все правильно. Давайте через центр вернемся. Все, остался последний уровень. Я на всякий случай Холли Уотер еще соберу парочку. Ну, а вдруг? Дайте линк, где резерв? А, справа над плеером есть переключалка плееров. Ты можешь выбрать просто и... Так, стоп, переход-то где-то здесь же был. Лазелучки переподписан 3 месяца. Лазелаки, спасибо за переподписку. Или здесь. Что-то совсем запутался. Вот он, переход же. Прошел мимо него. Точно он же в самом начале. Бывает, что таблички ошибаются. Ну, там плюс единичка за... Каждые две виты. Там все просто. То есть, мне дают единичку... 79. Ну, выходит 74 у меня, а не 75. Возвращаемся в пит. Вот, и возвращаемся. То есть, сейфовый идти вот через второй уровень. Идем на последний 24 уровень. Идем. У меня провайдер маршрут до ГГГ идет через Европу из Питера. Это закон? Не знаю. МГТС. Они жалуются на своего апстрима. Говорят, что там я решить не смогу. Прилагает обращаться к сайту. Класс. Молодцы. Ну, я бы поменял просто провайдера после этого и все. Если у них до Москвы трассировка идет через Европу. Обычно так экономит трафик. Потому что, ну, иногда бывает дешевле пустить. Но я думал, что это уже не практикуется. Миша еще не слился, как нубас последний. В смысле, у меня имба класс, как я сольюсь. У меня имбовый класс. Первое место чувак занял за мейденку. Второе место за мейденку. Третье место никто не занял. Все. Вот. Даже дно майкера идет сейчас и за мейденку проходит. Демонологи там все. Вот эти вот. Самонеры. Вот. Но, повторюсь, мы не марафоним. Мы не марафоним, потому что организовывать движуху, а потом еще забирать приз. Это неправильно. Вот. Кстати, если вы захотите поддержать канал, поддержите, пожалуйста, наверху разработчика Мода. Его зовут Мордор. Ник на сайте Мордор, нижнем подчеркивании, XP. Ну что? 23-й и 24-й. Мне кажется, что на 24-м уровне тоже были вроде как фиксированные мобы и фиксированные, типа, враги. Кажется. Но это не точно. С богом. Так, колдрес. Нет, я что-то не припомню. Рыцарей много достаточно. Ага. И сразу вивер начинает. Но это хорошо. 3 из 4 норм. Колдреса мы сразу же бахаем вот эти вот сапожки. Порезы просели, но... Вообще, погоди, давай аккуратненько. Слушайте, колдреса 67. Ну, понятно, что можно поставить амулетом еще плюс 15. Кольцо одно можно заменить. Но я так не хочу перчатки менять эти. Magic Fire Lighting. Эти перчатки вообще не юзабельны на этом уровне, получается. В теории их можно даже выкинуть сразу же. Вижу рыцаря. Мне бы к рыцарям притеряться. Так, я могу менять? Могу менять. Я все могу менять. Особо ничего не привязано. Давайте посмотрим на этого рыцаря. Мы их уже убивали. Хороший. А, это из Лазаря. Это рыцарь из Лазаря. Критами он пробивается. Только критами он пробивается. Рефлект включать я пока не хочу. Потому что на рефлекте можно самому отъехать. Давайте посмотрим сначала, что здесь у нас. Здесь у нас тупичок. Последний уровень, друзья. Все. Последний уровень. Да, это точно колд. Это просто милишники, кажется. Так. Без Fury, кстати, колд неплохой. Колд в капе с амулетом. И почти в капе он с Fury. Ладно. Смотрим. Ну, эти должны больно бить, но у них нет DFE, поэтому они пробиваются. Чейн бэлт. Такой же, как у меня по уровню. Белтик. Роу дэмэдж резистанс. Понятненько. Я еще не увидел последнего пака. То есть, что за тип? Ну, это колд явно. Они вообще непростые, на самом деле. С луком на них лучше не лезть. Нет, они разуплотняются просто этой. Буловой. Как мили вытанковывается. Нормально. То есть, у нас получается... Ну, где-то еще последний... Ой, там пак рыцарей. Куда ты лезешь, расскажи мне. Ну, рыцари жесткие, да. Рыцари жесткие. И при том, что у меня дамага по 400. С булавой, с бонусом. Понимаете? Я их все равно не пробиваю. Они, правда, тоже наносят по 20, по 30. Блин, неужели рефлект вырубать, а? Копец, как же стрёмно. Ладно, давай рефлект. Поехали. Да, это стрёмно. Это очень стрёмно будет. Короче, меня убивают без фьюри с рефлектом рыцарей. Изи просто. Просто изи. Поэтому, если я допущу ошибку и не прожму фьюри вовремя, или мне не хватит традиционного фьюри для того, чтобы убить там пак, то это ггшечка. Копец. Но они быстрее... Смотрите, как быстро умирают с другой стороны. Но умираю быстро и я. На пак рыцарей я бы сейчас не пошел, если честно. Мне показалось, саблей ты лучше валял. С чего это вдруг? Так, у нас тут враги же. Общесус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Здравствуй. Привет, Абсесус. Представь. Идешь ты к своему подъезду. А навстречу два рыцаря. А ты в рефлекте без фьюри после прошлого пакета. Да. Да, это ужасная история. Просто ужасная. Капец, мне так что-то не нравится это все. Вся эта тема. Вот с рефлектом тебя пробивают. Ладно, не торопись. Это последний уровень, последний. Если жопу не забудь амулет сменить. У меня это очень жесткий рыцарь. Во-первых, у них, как вы видите, резист фаерлайт. То есть они стенками не контролятся. А, рефлект спал. Неплохо. Меня пробивает. Или все-таки без него, а? Без него медленнее, значительно. Но зато так спокойнее, блин. Да, только критами мы их вышатываем, но... Зато просадки по хп нет. Как насчет холиболтавник? Надо кольцо менять. Кольцо сразу зафектит этот... Перчатки мои. Перчатки вот эти вот вредные даже на этом уровне, поэтому... А другие я выкинул. Короче, холиболт это... Мне кажется, это не наш метод. Блин, как же вы бесите, а? Они мне очень сейчас сильно ломают шмотки. Блин, и дальний... Не, я их не убиваю без рефлекта. Сначала обнови Фьюри, пожалуйста. Не, не хочу писать инфект. Не хочу, ну не хочу. Слева пахнет. Капец, серьезно? Ладно, давай. Давай. Да! Слева пак, как вы видите. Прям по курсу тоже очень похоже на пак. Снизу пак рыцарей. Извините. Давайте сразу починка. Масла уже не к чему морозить. Экономить. Миньоны? Да, миньоны. О, ггшечка. У них резисты еще ко всему. Что это за тип? Блин, я не знаю, что это за тип. Это колд? Что это? Мне некуда их кайтить. Гг. Что это? Мэджик, колд, что это? Мэджик, это говорят. Капец, вытанковала. Култ, говорю Хорошо, что это не чистые ренджевики Хорошо, что они в мили пошли Если это были просто ренджевики, меня просто расстреляли Я не мог вытанковать такое количество дамеджа Можи кризисты в говне были просто Но лучше, чем отключать шмотки А тут ко всем атрибутам надо было Надо было, конечно, еще ставить кольцо вот это вот на мэджик Но я не мог определить, а вдруг это был колд, блин Я бы тогда погасил нужные резисты Фух Вообще нельзя никогда так делать Никогда Я еще пять бутылок пропил Просто При том, что лечился через Ну, просто стоял и лечился Стоял и лечился Еще один пак Ну, это милишный пак Все равно, конечно, стремно Было Нет, я этих не очень боюсь, если честно Жесть У меня такая паника Потому что я не могу определить, что там за резисты И все Бодренько пошло Да-да-да Если бы это было Повторюсь, были чистые рейнджевики Я бы сдох Потому что я не полностью повысил резисты И все И они наносили очень серьезный урон Катить было некуда А, и еще Спелл Мьюн Ну, в смысле Иммунитет к заградительным стеночкам Ко всему Вот этому вот мейму То есть контроля вообще никакого нет Я поставил две разные стенки Но А что толку? Ютуб гуф Да, мне уже сказали Мы уже закончили почти Держитесь там Так, торнт мэх бутс Резист колд на 60 Но в моих резист колд Блин, а вот это плохо Не, давай проверим Хотя бы кого-то отгородить Попробуем Всем вообще плевать Давай так, 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 так Строк поддержал ваш канал на 100 рублей И сообщает Привет, Мишан Привет, Строк Уже решил, что будем проходить после Диабло Если нет То как насчет God of War God of War хорош Но у меня сабнафтика Обещана И скачана И И очень хвалили И Я думаю, что сабнафтика Будет хорошей Да, давайте армор Починим Пошикуем немножечко Ладно, давай рефлект А и сразу на рыцарей На пак внизу, да? Конечно же нет Дексовый Эликсир Не хочу Фьюри прожимать Потому что мне перепрожимать И его нужно будет Сейчас на втором паке Не, давай-ка лучше булавы Всякие тоже Починим так Поехали в угол В угол, поехали Строх поддержал наш канал На 100 рублей И сообщает Согласен Она шикарна За нее вот тебе еще Соточка Еее, спасибо Пробиваю Даже обычный Пробивает меня С Фьюри Под рефлектом Возникает вопрос Как нижних рыцарей убивать Потому что Если меня пробивает Под рефлектом То Это вопрос к бутылькам Короче, мне нужно Огромное количество бутылок Огромное просто Количество бутылок Потому что Да, они быстро Будут убиваться Но мне не поможет Лечение Ладно Вроде живем Ой, это герой Я использую еще Ну что, нормально Пак не такой опасный Совсем не такой опасный Ты, Диабло 2 Играл на стримах И скоро Небольшой У нас Ой Диабло, кажется Второй Вообще На стримах Не играл Если я правильно Помню Или как-то Очень коротко Типа Очень коротко Не помню По какому поводу Так Собираем Холи Уотер Обязательным Ну Даже не это самое Я в нее В принципе Очень мало играл Так Впереди Убер Смотрите Вот он А, слушайте У меня же задача Убить Убера Мне не обязательно Рыцаря убивать Ну Типа Если мы Близко К марафоновским Правилам То надо Убера Просто убить Давайте сначала Я убью Убера Попробую его убить А потом уже Пойду с рефлектом На рыцаря Да Мне такая ситуация Больше нравится Там еще один пак Явно Нужно фул зачистить Не, не, не Задача как раз Убить Убить Убер Диабло На Хелем Блин Там близко Так Резистол 16 Такие афиксы Классные Конечно Я проверяю Кольца Ооо Резистол 6 ко всем Атрибутам Шикарное кольцо Брать его Конечно же Не будем Вот он Стоит Руками Машет Ну че Так Готов ли ты Починись Я думаю Надо сейчас просто Все Вычинить По максимуму Все по максимуму Чиним Еще пара масел У нас остается Плюс Опилочка Так что у него Чистый физа У него Да Или все таки Файр есть Блин Вот я не помню То ли убера Файр Я что то оставил Оставил где то Свои сапоги На файр резист Подожди За пивом Сбегаю Где то я сапоги С резистами Оставил Кажется на прошлом уровне Нет Даймонд бутсы Это они Нет Это точно не они Вот Раби бутсов Вот они Бутылки поставить Надо конечно Поближе На всякий случай А вдруг Но потому что я видел У людей Которые прошли Он нас пробивать Тоже не будет Не должен нас пробивать С таким ДФЕ космическим С таким армором Он не должен нас пробивать Может быть даже Вот так Для то Чтоб торн с деможи Был больше Да Давай так Да Восьмой реликт Это варп Так Рефлекта у меня нет Там правда Еще мобы Рядышком Открываем Поехали Да поехали Стоим на месте А у нее лайфминг Прикольно Фьюри 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 У меня же Фьюри Сейчас откатится назад Хорошо Работаем Хреново Работаем Между прочим Очень плохо Работаем Ну потому что Меня пробивают Эти упыри Миньон Там Герой Давай тогда Сюда Ой Фаер У него Фаер Че-то я зря Наверное Танкую все Две секунды Фьюри Пробуем Пережать Пережимаем Ну че Изява Ну как Нельзя Сейчас Подошли Паки Пробивают Нормально Че вы там Стоите Друзья Давайте Проходите Мне еще Молния Оказывается Есть Ладно Один Путылёк Пропьем Да Это ГГ Фиксируем Статы Ну Мэйден Как халява Рефлек Давай А Давай Поехали Да Две Редкие Шмотки Ееее Причем Очень Хорошая База Это Редкая Шмотка Это Кнопиш Извините Да Друзья Справились Справились Сейчас Пойдем На Рыцарь С Реплектом Ох Неплохая Сабля Но Нет Плохая Сабля Так Давай Посмотрим Эту Саблю Но Она По базе Хреновая Но Все равно Редкая Надо Проверить И Идентифицируем Точность Твита Дэмэдж Тобис Точность Не то Ну Все Пойдемте Попробуем На рыцарях Отдаться Если получится Конечно То есть Я Поменяю Местами Шлемак Чтобы Получше Вытанковывать Я не буду Дальше Уровень А ради чего А вот Рыцарь С реплектом Пак Это может быть Очень интересно Поехали Да Сразу Герой Здесь Естественно Это угол Потому что По другому Никак Естественно Это Фьюри Сразу И поехали По один Скаун Дребец Да Меня пробивает Ну Хоть Здесь Умрем Или Не Умрем Может И Не Умрем Прожал С Сейчас Фьюри Спадет А у меня Рефлекс Спал Тогда Хорошо Сначала Перекастовываем Фьюри Потом Рефлект И Данкуем Дальше Под Хилом Подходит Герой Иногда Если Не пробив Если Хил Не Проходит Так ХП У меня Просаживается Гриндец Просто Это я против Два Их Еще Стою Серьезно Так Рефлект Опять Спал Дожидаемся Все равно Сначала Фьюри Потому Что Ну А че И пошел Опять Рефлект Сразу Наполовину ХП Ай 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 Ну Или Умерять Давайте Умрем Еще Буду Я Короче Я не буду Бутылки Иззади Я пробую Просто Отхиляться Если Мне Судьба Умереть Если Меня Перебьют По Лечению Я Честно Не Буду Бутылки Вот Все Ручки Здесь Давайте Давайте Пока Не Удается И Герой Сейчас Ляжет А А И Этот Закончился Рефлект Опять Меня Не Пробивает Блин Вставляем Хюру Ставлю Еще Рефлект Падает Герой Лечимся Лечимся Пробуем Очень Хорошее Место Надо Запомнить Потому что Здесь Не трое Было А двое Трое Вполне Вероятно Меня Пробили Халява Дешевая Ну что Друзья Я вас Поздравляю Прошли За Эмбо Класс Фиксируем Тогда Даже Сейвиться Наверное Не буду 7-7-7 Количество ХП Я буду Скучать По тебе Мэйденка Буду Скучать Но мы С ней Во-первых Мне Повезло Повторюсь С классом Потому что Я Спотыкал Я не проходил Дальше Первого Диабла За другие Классы Просто У меня Было Где-то Четыре Дня Четыре Пять Дней До Начала Марафона Чтобы Познакомиться С Хеллом Вот И Тут ты Берешь Мэйденку И проходишь Все три уровня Сложности Короче Обновляйтесь Ставьте Версию Актуальную И играйте Варп Заюзай Зачем Варп Заюзать Все Убер Уже Убит Что Это ГГ А Это Победа Соколик О Я уже По привычке Бегаю Давайте Варкрафт Попробуем Поиграть Тогда Сегодня Поздравляю с Третьим местом Я не занял Третье место Я не участвую Варафоне Все Я Приз Будем болеть За товарища Который Прорвется Надеюсь Это будет Не Мэйденка Покажет Скиллуху Потому что Это Это Значительно Проще Чем Чем За другие Классы Ну по крайней мере Судя по табличке По результатам А я могу Сейвенквит Делать Почему Странно Какие Статы 166 48 275 И виты Еще 135 Что только Не сделаю Чтобы поиграть Да На этом Собственно У нас Хел пока что На паузе Я допускаю Что для того Чтобы показать Насколько все сложно Я какой-нибудь Другой класс Возьму И где-нибудь Сдохну Не доходя Не проходя Первый уровень Сложности Вот Но это же Не сегодня Все Спасибо за внимание Стоп старт И возвращаемся Варкафт